Собрался изучить правила Небесного Дворца, так как не хотел их нарушать по незнанию. У него не было летающего существа, поэтому молодой человек использовал свою силу, чтобы летать. К счастью, Хансинь принадлежал к классу графа, и его силы было достаточно, чтобы перенести Хансиня на плавучий остров, на котором находилась табличка. Парень прочитал правила и попытался их запомнить. Куда бы он ни пошел, для него всегда было важно знать правила. Знание правила означало, что он мог вести себя хорошо. И когда он встречал новых людей, его не считали врагом. Иногда знание правила означало, что он мог получить неожиданную помощь. В Небесном Дворце было много правил, хотя Хансинь мог запомнить их все. Он все же не торопился, и тщательно запоминал каждый пункт. Он немного огляделся, а затем ксеногенное существо, похожее на тигра, приземлился перед Хансинем. Юнь Суэ сидела на спине зверя и спрыгнула, когда существо приземлилось. Суэ, ты прилетела сюда, чтобы прочитать правила? Спросил ее Хансинь. Юнь Суэ улыбнулась и ответила. Я родился в Небесном Дворце и много раз читала правила. Тем не менее, меня все равно иногда наказывают. Я могу вспомнить все с закрытыми глазами, соответственно, мне не нужно их читать. Значит, ты искала меня? Хансинь огляделся. Кроме него там никого не было. Юнь Суэ кивнула. Моя сестра знает, что у тебя нет летающего существа, поэтому я хочу помочь тебе его купить. Семья Юнь умеет выращивать ксеногенных существ, и у нас есть магазин на острове ксеногенов. Я могу сделать тебе скидку. Спасибо, ответил Хансинь. Полетели. Юнь Суэ выглядела очень взволнованной. Пожалуйста, подожди немного. Я еще не все правила запомнил. Юноша вернулся к чтению правил, написанных на табличке. Юнь Суэ ждала, заметив, как внимательно Хансинь их читал. Он серьезно? Я жду его, а он все равно полностью сосредоточен на чтении правил. Девушка чувствовала себя подавленной. Она была дочерью десятого старейшины. Многие мужчины хотели сблизиться с ней, но Хансинь игнорировал Юнь Суэ и вместо этого обращал внимание на глупые правила. Он был настолько сосредоточен, как будто читал мощное геноискусство. Если бы Юнь Суэ не попросила ее быть милой, Юнь Суэ уже улетела бы. Некоторое время спустя Хансинь закончил читать. Затем Юнь Суэ запрыгнула на летающего тигра. Она улыбнулась Хансиню. Я хочу провести тебя на ксеногенный остров. Ты должен следовать за мной. После этого Юнь Суэ похлопала тигра. Затем тигр расправил крылья и полетел в облака. Он был очень быстрым. Я так долго ждала тебя, так что теперь ты должен немного пострадать, подумала Юнь Суэ с ухмылкой. Она намеренно взлетела до того, как Хансинь смог взобраться на тигра. Глава 1972 Нефритовый ночной журавль Юнь Суэ позволила летающему тигру взлететь на полной скорости. Он взлетел в облака менее чем за секунду. Когда девушка обернулась, за ней никого не было. Хайм-эм-эм. Ты заставил меня ждать так долго? Ты заслуживаешь этого. Юнь Суэ не позволила своему тигру замедлиться. Она полетела прямо на Ксеногенный остров. Девушка планировала добраться до Ксеногенного острова и дождаться там Хансиня. Ей было любопытно узнать, сколько времени ему потребуется, чтобы добраться туда. Ее тигр с нефритовыми крыльями принадлежал к ксеногенному классу Маркиза. Это было одно из самых быстрых существ класса Маркиза. Поэтому неудивительно, что она так легко потеряла Хансиня. Юнь Суэ выглядела дерзкой, но когда другие ученики Небесного дворца пролетали мимо, все они странно смотрели на нее. Я знаю, что красиво, но вам обязательно так смотреть, подумала Юнь Суэ. Однако через некоторое время она почувствовала, что что-то не так. Девушка знала многих из людей, которые пролетали мимо и, хотя она редко бывала на Ксеногенном острове, Юнь Суэ никогда не привлекала к себе столько внимания. Что-то случилось с моей внешностью. Девушка коснулась щеки и посмотрела на свою одежду. С ней все было в порядке. Юнь Суэ покружила еще немного, но люди продолжали смотрели на нее. Девушка нахмурилась и достала зеркало, чтобы посмотреть на себя. Странно. Со мной все в порядке, все как должно быть. Я такая же красивая. Ах, когда Юнь Суэ повернула зеркало, чтобы рассмотреть свое лицо под разными углами, в зеркале внезапно появилась таинственная тень. Позади нее сидел улыбающийся человек. Это был Хансинь. Когда ты прибыл, Юнь Суэ повернулась. Хансинь небрежно сидел позади нее на тигре, и теперь она поняла, почему люди так смотрели на нее. Однако на самом деле эти люди наблюдали не за ней. Они смотрели на Хансиня. Когда ты подняла тигра в небо, я уже сидел на нем. Разве ты не собиралась доставить меня на Ксеногенный остров? Что-то не так. Я неправильно понял твои намерения? Хансинь посмотрел на нее, улыбаясь. Девушку смутило то, что Хансиню удалось наверстать упущенные. Даже Журавль Тысячи Перьев или Юнь Сушан не могли сравниться со скоростью нефритового крылатого тигра. Хансинь только что стал графом, поэтому он не мог двигаться так быстро. По правде говоря, у парня не было такой скорости, но у него были ботинки от зубастого кролика. Они были быстрее нефритового крылатого тигра, даже если у них не было способности летать. Когда нефритовый крылатый тигр взлетел, Хансинь использовал ботинки и запрыгнул на спину тигра. Затем он скрыл свое присутствие, чтобы Юнь Суэ не заметила его. В итоге, девушка была сбита с толку, не понимая, что произошло. Нефритовый крылатый тигр был довольно быстрым, и вскоре они спустились на Ксеногенный остров. Ксеногенный остров состоял из множества садов, каждый из которых содержал множество ксеногенных существ. Они не выглядели кровожадными, похоже, что их всех приручили. Кроме того, раз они находились в Небесном дворце, почти все из них умели летать. Юнь Суэ провела Хансиня в свой сад, где их сразу встретили. Девушка сказала им вернуться к работе, а затем сама повела парня. Какой класс ксеногенного существа тебе нужен? Доступные маунты варьируются от класса барона до маркиза. Их уже приручили, поэтому они слушают людей. На самом деле она спрашивала Хансиня, сколько он готов заплатить за летающее существо. Хансинь подумал и сказал, чем дешевле, тем лучше. Мне подойдет любое, на котором я смогу просто летать. Хансинь был еще новичком в геновселенной. В святилище было много существ, которым еще предстояло развиться, поэтому ему не нужно было тратить свои ресурсы. В любом случае Хансинь собирался самостоятельно убивать ксеногенных существ, и у него был шанс получить душу, у которой был тип маунта. Такие летающие существа были намного лучше, чем прирученные. Юньсуи улыбнулась и сказала. Не волнуйтесь, моя сестра сказала, что я могу продать тебе по самой низкой цене. Таких цен больше нигде не будет. Хансинь покачал головой. Я просто хочу того, на котором можно летать. Мне не нужно могущественное существо. Когда Юньсуи поняла, что Хансинь не шутит, она на минуту задумалась. Самое дешевое летающее существо – это нефритовый ночной журавль. Они есть в каждом магазине, но у нас есть разные. Ты видел нефритового ночного журавля, брата журавля? Да. Обычно они класса барона, и их сложно развивать. Но у него класса графа, и купил он его у нас. Конечно. Тогда давай мне такой. Хансинь был не слишком переборчивым. Это было просто существо, на котором он мог бы летать, поэтому ему больше ничего не нужно было. Тебе стоит самому выбрать. У нас их тысячи. Все они по одной цене, и все они одинаково хороши. Юньсуи отвела Хансиня к нефритовым ночным журавлям. Парень был очень удивлен, когда увидел птиц, стаи которых были похожие на облака. Небесный дворец был большой фракцией, но было не так много мест, где можно было бы увидеть столько прирученных ксеногенных существ в одном месте. Приручить ксеногенное существо было намного сложнее, чем убивать его. Было легче убить ксеногенного графа или маркиза, чем приручить ксеногенного барона. Было удивительно, что небесная раса добилась такого успеха. Откуда взялись все эти ксеногенные существа? Спросил Хансинь, глядя на множество нефритовых ночных журавлей. Некоторых поймали, некоторых вырастили. Мы отведем тебя в пещеру Сюань Юань. Там есть граф, которого можно приручить. Если ты сможешь поймать его живым, это будет стоить намного дороже, чем продажа ксеногенного материала, ответила Юньсуи. Хансинь кивнул. Он использовал свою ауру Дун Сюань для сканирования нефритовых ночных журавлей. Если она позволяла ему выбирать, тогда он мог бы сделать лучший выбор, какой только мог. Он собирался выбрать того, у кого самая яркая жизненная сила. Парень просмотрел их и нашел среди них одного, который казалось очень сильным. Когда он увидел его, существо просто лежало в траве. Оно не было таким активным, как другие. Юньсуи, увидев, как Хансинь смотрит на этого нефритового ночного журавля, сказала, это Виконт. Сразу он был бароном, но потом сам стал Виконтом, но после изнурительной битвы его ноги были отрезаны, а крылья повреждены. Он оправился от ран, но по-прежнему инвалид. Теперь у него скорость полета только класса барона. Кроме того, у него все еще нет ног. Юньсуи замолчала, но было понятно, что произошло. Глава 1973. Пещера Сюань Юань. Сможет ли он лететь с тяжелым грузом? Спросил Хансинь, рассматривая птицу. Да. Он намного сильнее нефритовых ночных журавлей класса барона, но у него нет ног, и его крылья повреждены, повторила Юньсуи. Он не может летать быстрее, чем средний барон. И его боевые способности нельзя сравнивать с маунтом класса Виконта. Я возьму его. Хансинь не планировал позволять маунту сражаться, так что этот подходил для простых путешествий. Поврежденный нефритовый ночной журавль стоил недорого и лишь немного дороже, чем основной ксеногенный материал. Юньсуи предложила Хансиню очень выгодную цену. Нефритовый ночной журавль оказался ручным, и Хансинь быстро научился им управлять. Он мог легко управлять журавлем в полете. Поскольку у него не было ног, маунт всегда приземлялся на живот. А поскольку крылья были частично повреждены, существо не могло лететь ровно. Скорость тоже оставляла желать лучшего. К счастью, Хансинь не возлагал больших надежд. Итак, после покупки он полетел на журавли обратно на свой остров. Нефритовый ночной журавль снова летел, и казалось, что он этому рад. Он продолжал кричать из забавной самоотдачи и усердно доставил Хансиня к желаемой цели. Бедняга. Он пострадал из-за своего хозяина, а затем его бросили. Но он в порядке и может подчиняться командам. Многие существа с высоким интеллектом не могут этого делать. Хансинь вздохнул. Вернувшись на свой остров, парень позволил журавлю приземлиться. Но прежде чем он приземлился, Хансинь спрыгнул. Брюхо журавля ударилось о землю, и он отчаянно взмахнул крыльями. Существо пыталось удержаться, когда приземлялось, но попытка не удалась. Хансинь дал ему немного еды и позволил остаться на камне. Затем юноша вернулся в дом. Перед тем как отправиться в пещеру Сюань Юань, он хотел разобраться со своими силами. Молодой человек проверил свое имущество. У него было генооружие класса граф, заклинательница ботинки от души зубастого кролика, перчатка от красной норки и оружие класса короля, нож призрачный зуб. Его навыки зубного ножа лучше всего было использовать с ножом призрачным зубом. Однако в этом у парня не было никаких новых достижений, поэтому он решил сосредоточиться на другом геноискусстве. Используя поток энергии от заклинания нефритовой черепахи, чувство небесного дворца и некоторые части от монеты, Хансинь планировал создать совершенно новое геноискусство. Моя монета сфокусирована на силах подавления. Почему бы мне просто не изменить монету и не сделать ее лучше? Но я могу использовать монету или геноискусство, похожие на монету, только когда я нахожусь в виде доллара. В противном случае люди могут узнать меня. Значит, мне не стоит создавать искусство слишком похожее на монету. Тогда какое же геноискусство мне придумать? Хансинь задумался, и вскоре ему в голову пришла идея. Заклинание нефритовой черепахи было сосредоточено на подавлении скорости. Как только вы попадали под его воздействие, вы больше не могли летать. Хансинь решил использовать этот аспект как основу для своего нового геноискусства. Он хотел объединить элементы небесного дворца и монеты. Что касается модификации монеты, то он мог это сделать позже. Хансинь продолжал проверять свои идеи в комнате и многому научился. Объединить их оказалось не так уж сложно. Он создал свое новое геноискусство путем многократного тестирования. Просидев всю ночь, он сформулировал прототип своего нового геноискусства. Это было то, что он без труда мог использовать. Все, что ему нужно было сделать, это улучшить его мелкие детали. Я назову новое геноискусство черепаха. Решил Хансинь. Поскольку он не мог найти цель, на которой можно было бы его использовать, Хансинь пока не знал, насколько эффективной будет черепаха. Парень сделал перерыв, чтобы отдохнуть, а когда наступил день, он вышел из дома. Без ноги журавль отдыхал под деревом. Хансинь снова накормил его, а затем полетел туда, где должен был встретиться с журавлем тысячи перьев. Недалеко от пещеры Сюань Юань Хансинь увидел журавля тысячи перьев, первый день и сестер Юнь. Юнь Сушан немедленно извинилась за присутствие своей сестры. Суй хочет следовать за нами. Я буду отвечать за ее безопасность, поэтому, если что-то случится, не волнуйтесь. Делайте то, что вам нужно. Услышав ее слова, никто не стал возражать. Они оставили своих маунтов снаружи и направились в пещеру Сюань Юань. Остров Сюань Юань выглядел как небольшой вулкан. Вход привел их в гигантский пещерный мир вулкана. Пещера расходилась в разные стороны, и внутри было множество ксеногенных объектов. Ксеногенные существа пещеры Сюань Юань были особенными. Самыми особенными из них были нефритовые духи Сюань. Они могли проходить сквозь стены и появляться в любом углу по своему выбору. Их было трудно избежать. Итак, как только люди попадали в систему пещер, им приходилось проявлять осторожность. Они могли быть атакованы нефритовыми духами Сюань в любое время. В любой момент из камня могла показаться по стиле коготь. Брат Хан, ты впервые в пещере Сюань Юань. Будь осторожен. Нефритовые духи Сюань могут появляться без предупреждения. Возможно, мы не успеем помочь тебе вовремя, если они нападут на тебя, сказала Юнь Сушан. Хан Сень кивнул и активировал Ауру Дун Сюань. Теперь он мог видеть все, любое движение в радиусе 10 метров не могло ускользнуть от его внимания. Они шли по пещере, не заметив ни единого ксеногенного существа, но Хан Сень не ослаблял бдительности. Он все время поддерживал активную Ауру Дун Сюань. Однако внезапно Хан Сень увидел, как из земли показалась черная нефритовая рука. Она попыталась схватить Юнь Суэ за ногу. Ногти нефритового духа Сюань были черными, как кинжалы. Если бы они схватили девушку за ногу, то вполне вероятно, что могли бы ее оторвать. Поскольку они давно не встречались с нефритовыми духами Сюань, Юнь Суэ потеряла бдительность. К тому же она была всего лишь виконтом. Она не была достаточно сильной, чтобы среагировать с необходимой быстротой. Хан Сень тут же призвал заклинательницу в виде оружия и выстрелил. После грохота от выстрела, два когтя были сломаны. Там, куда попали пули, остались символы. Нефритовый дух Сюань отдернул раненую руку и спрятался в камне. Он не оставил никаких следов своего пребывания. Поверхность камня была идеальной, как будто существо никогда там не появлялось. Хан Сень заметил, что может чувствовать, где находится этот нефритовый дух Сюань. Вокруг был толстый камень и скала, но юноша чувствовал, будто получает сигнал. Хан Сень мог точно определить, где находится существо. Это сила, которой обладает заклинательница. Хан Сень был шокирован. Похоже, что после выстрела, на существе, в которого попала пуля, оставалось что-то типа маячка. Хотя это не наносило урон существу, но было довольно полезным. Глава 1974 Убийство существа призрачный коготь. Суэ, скажи спасибо Хан Сенью. Юнь Сушан толкнула Юнь Суэ рукой. Девушка все еще была немного сбита с толку, но шагнула вперед и сказала Хан Сенью. Спасибо, что спас меня. Все нормально. Даже если бы я не ударил, это не причинило бы тебе вреда. Я просто хотел узнать силу нефритового духа Сюаня. Хан Сенью улыбнулся. Он не предполагал, что Суэ сильна, но признавал, что Сушан была рядом с ней. Значит, существо не смогло бы навредить ее сестре. Но Сушан была удивлена, что Хан Сенья отреагировал раньше нее. Он только что стал графом, и если его скорость реакции уже была выше, чем у них, это определенно было ненормально. Юнь Суэ с любопытством посмотрела на заклинательницу. Хан Сень, это твое генооружие? Оно особенное. Я никогда раньше не видела ничего подобного. Не менее любопытно было и журавлю Тысячи Перьев. До этого они видели заклинательницу только в режиме брони. Ее второй режим был в виде человека, но этого еще они не видели. Хан Сенью улыбнулся, но не ответил на вопрос. Он спросил. Этот нефритовый дух Сюанне был силен. Кроме того, что они могут путешествовать сквозь камни, что еще они могут делать? Журавль Тысячи Перьев ответил. Это было существо призрачный коготь класса граф. Они не самые сильные из графов, но очень быстрые. Они могут нападать из камня, поэтому очень опасны, если кто-то будет неосторожен. Даже отрезание когтей не убьет существо. Они могут регенерировать. Это очень раздражает. Если ты хочешь убить его навсегда, тебе нужно повредить камень, в котором он находится, как только появятся его когти. Юнь Сушан добавила. Призрачные когти слишком быстры. В большинстве случаев мы не можем обнаружить их присутствие, пока не становится слишком поздно. И если они промахнутся или сломают когти, то сразу убегают. Поэтому, чтобы убить одно такое существо, нужно два графа. Один может отрезать когти, а другой убить тело внутри камня. После этого Юнь Сушан ударила о камень костяшками пальцев и сказала. Камень Сюань Юань очень твердый. С нашими силами мы можем пробить камень только на дюйм заудин удар. Призрачные когти высовывают только часть руки и сразу атакуют. Спасибо, что объяснили, с благодарностью сказал Хан Синь. Они продолжили идти, и парень почувствовал себя так, словно призрачный коготь был рядом с ними. Он снова готовился к атаке. Это был тот же призрачный коготь, и он хотел отомстить. Он продолжал следовать за ними, готовый нанести им удар призрачным когтем. Но он уже однажды был ранен заклинательницей, поэтому проявлял большую осторожность. Он еще не подошел слишком близко и ждал возможности нанести удар из-под камня. Будьте осторожны. Впереди нас ждут ксеногенные существа, сказал журавль тысячи перьев. Он шел впереди. Хан Синь посмотрел вперед и увидел расплывчатую тень. Без предупреждения журавля, он не сразу бы понял, что это ксеногенное существо. Однако вскоре группа подошла достаточно близко, и его можно было отчетливо увидеть. Это был жук, который обитал в пещере, и выглядел он как многоножка. Его панцирь был голубоватого оттенка, а на спине красовалось лицо. Это выглядело жутко. Класс с графа лицом многоножка. Будь осторожен. Они, в основном, появляются в группе. Эти существа не путешествуют одни, Юнь Суэ объяснила Хан Синю, так как остальные уже не первый раз были в этой пещере. Лицом многоножка встречались довольно часто, и небесная раса была хорошо знакома с их поведением. Вскоре лицом многоножка увидела Хан Синя и подбежала к нему. Она издала ужасный звук, который привлек внимание и гнев окружающих. Будьте готовы к бою. Крикнул журавль тысячи перьев и обнажил меч. Юнь Сушан и Юнь Суэ тоже владели мечами. Впрочем, первый день не достал никакого оружия, но его руки заблестели белым светом. Будда ударил по земле, оставив на ней белые отметины. Его дух покрыл область шириной 3 метра и осветил все это место. Первый день ударил по земле еще пять раз, а потом что-то сказал. Затем шесть духов устремились к ногам Хан Синя и остальных. В их тела вошла сила. Какой сильный дух. Он значительно увеличивает мощность и скорость. Хан Синь был в шоке. Он посмотрел на первый день и был действительно удивлен, что застенчивый Будда смог сделать что-то подобное. Увидев, что Хан Синь смотрит на него, Будда неловко отвернулся. Он сказал. Меня отправили сюда учиться, когда я был молод. Я практиковал заклинание истины небесного дворца. Очень хорошо, сказал Хан Синь. Юнь Сушан и журавль тысячи перьев стояли в радиусе действия заклинания, готовые сражаться с лицами-многоножками. Их мечи были похожи на облака, и они двигались, как шелк в небе. Было очень светло и странно. Лицом-многоножку убивал воздух от меча. Их панцири трескались от удара, а затем они погибали. Проход был довольно узким, и, поскольку Юнь Сушан и журавль тысячи перьев справлялись с ситуацией, Хан Синь не стал помогать. Юнь Суэ хотела драться, но не могла. Она собиралась что-то сказать, поэтому повернулась к Хан Синю. Однако тут же увидела заклинательницу, в руке которой был пистолет. Но затем он превратился в снайперскую винтовку. Ее дуло было направлено на Юнь Суэ, и тут же курок был нажат. Девушка замерла. Заклинательница действовала слишком быстро, у нее не было времени среагировать. Она увидела, как сияющая пуля вылетела из винтовки и пролетела мимо ее лица. Бам! Пуля попала в каменную стену позади нее, и звук повредил ей уши. Юнь Суэ обернулась. Рука с нефритовыми когтями парила позади нее, в дюймах от ее шеи, но она застыла. В каменной стене было пулевое отверстие, из которого сочилась черная кровь. Убито ксеногенное существо класса граф, существо призрачный коготь. Обнаружен ксеногенный ген. Объявление прозвучало в голове Хансеня, но, к сожалению, ему не удалось получить душу существа. Спасибо! Юнь Суэ посмотрела на Хансеня со странным выражением лица. Это был второй раз, когда парень спас ее, и на этот раз ему удалось одним ударом убить призрачного когтя. Такую скорость реакции и такую силу было трудно найти среди графов. Глава 1975. Заклинательница становится сильнее. Хансень был удивлен. Его не удивило, что заклинательница смогла убить существо призрачный коготь, а удивило то, что ее пистолеты могли превращаться в снайперскую винтовку. Он знал, что сама заклинательница может трансформироваться, но не знал, что она может изменять свое оружие. Итак, это означает, что заклинательница может использовать любой тип оружия. Возможно, это не обязательно всегда должно быть оружием, подумал Хансень. Он просто приказал заклинательнице убить существо призрачный коготь, и она использовала свое собственное суждение, чтобы выбрать снайперскую винтовку. У нее была большая мощность и пробиваемость. Теперь у нее было три разных оружия. Были пистолеты для быстрой стрельбы на близких дистанциях. Мощность была умеренной, но она могла сделать много выстрелов за короткое время. У снайперской винтовки была самая большая дальность атаки, и урон был довольно разрушительным. Она могла пробивать материалы, но требовалось много времени для восстановления пуль. У гранатомета не было дальности действия снайперской винтовки, но он наносил ее урон на большой площади. Однако для восстановления требовалось еще больше времени. У трех видов оружия были разные функции и преимущества. Было трудно определить, какое из них было лучшее. В зависимости от ситуации любое оружие могло оказаться более выгодным, чем другие. Это была величайшая сила заклинательницы. Она могла адаптироваться практически к любому сценарию. Вскоре после того, как Хансень убил существо призрачный коготь, Юнь Сушан и журавль тысячи перьев прикончили пять существ лиц многоножек. Хансень пошел вперед и начал разбивать камень. Внутри находился нефритовый монстр, похожий на обезьяну, с разбитой головой. Это было существо призрачный коготь. Когда Юнь Суи увидела, что заклинательница попала в лоб существа, это зрелище потрясло ее. Она не ожидала, что заклинательница будет обладать таким уровнем точности, позволяющим ей целиться в голову врага, который находился внутри стены. Они забрали ксеногенные гены и продолжили двигаться. Ксеногенным геном призрачного когтя был черный череп. Кусочки панциря были ксеногенным генами существ лиц многоножен. Мы только что вошли в пещеру Сюанью и они уже получили такие награды. Нам очень повезло. Если мы захотим, то можем вернуться прямо сейчас. Юнь Сушан улыбнулась. Но после этого найти ксеногенных существ оказалось сложно. Они шли примерно два часа, но больше ничего не встретили. Хансинь, у тебя потрясающие гены оружия. Оно похоже на человека, и оно может менять оружие. Как ее зовут? Спросила Юнь Суи у Хансиня. Заклинательница, ответил юноша. Хорошее имя. Может быть из-за того, что Хансинь дважды спас ее, но теперь она относилась к нему намного лучше. Похоже, девушка очень хотела с ним поболтать. Ша-ша-ша, прошипел журавль тысячи перьев. Все замолчали. Журавль приложил ухо к стене, отчего у остальных перехватило дыхание. Если там обитал нефритовый дух Сюань, то журавль мог умереть. К счастью, этого не произошло. Он был уверен, что за стеной не прячутся никакие существа, и был прав. Через некоторое время он снова поднял голову и сказал с важным видом. Я слышал дракона Сюань Юань. Услышав это название, у всех изменились лица. Юнь Сушан нахмурилась. Как далеко? Он идет за нами? Я думаю, он идет в нашу сторону. Журавль тысячи перьев выглядел серьезно. Нас пятеро против дракона Сюань Юань. Мы не выиграем. Давайте вернемся назад, сказал первый день. Верно. Журавль тысячи перьев и Юнь Сушан согласились. Хансень не знал, что это за новая угроза, но его устраивала идея уйти, если все этого хотели. Когда они начали отступать, первый день сказал. Драконы Сюань Юань. Самые сильные ксеногенные существа, которые можно найти в пещере Сюань Юань. Они рождаются маркизами. Мы не сможем с ними бороться. Хансень кивнул, затем посмотрел вниз. Заклинательница выстрелила из пистолетов под ноги парня. Оттуда только что вылез призрачный коготь и пытался схватить Хансеня. Пули попали в цель, и существо спряталось в камне. Но вокруг них стало появляться все больше и больше существ. Похоже, ребята оказались в опасности. Юнь Сушан быстро взмахнула мечом, чтобы защитить Юнь Суэ. Журавль тысячи перьев и первый день использовали свои силы, чтобы остановить появляющиеся когти. Но существ, казалось, было бесчисленное множество. Хансень и другие были графами, а Юнь Суэ была простым виконтом. Она не могла защитить себя. Юнь Сушан, журавль тысячи перьев и первый день усердно старались ее защищать. Что-то не так. Почему внезапно появилось так много призрачных когтей? Сказала Юнь Сушан, отбиваясь от призрачных когтей. Эти существа знают, что приближается дракон Сюань Юань. Они хотят помешать нам уйти, сказал журавль. Первый день сказал. Неплохо. Эти парни здесь только для того, чтобы мешать нам и раздражать. Однако мы не можем подойти к стенам достаточно близко, чтобы атаковать их. Отрубить им когти не получится, так как они могут быстро восстановиться. Бам. Заклинательница использовала свою снайперскую винтовку для атаки. Пуля пробила камень, из дыры брызнула кровь. Ребята, вы защищайте Суэ. Я прикажу заклинательнице убивать остальных, сказал Хансень на бегу. Заклинательница раньше использовала свой пистолет, чтобы стрелять по многим когтям, оставляя на них прикрепленные заклинания. Теперь их было легче обнаружить. Когда они поднимались на поверхность, заклинательница сразу стреляла в них, прежде чем они могли полностью выпустить когти. Пробивная сила снайперской винтовки была невероятно высокой, но все же требовалось время, чтобы произвести каждую новую пулю. Между выстрелами проходила одна секунда, что мешало угнаться за натиском существ. Тем не менее наблюдать за ее работой было довольно круто. Журавль тысячи перьев защищался и на бегу. Заклинательница производила выстрелы каждую секунду. При каждом нажателе на спусковой крючок существо призрачной коготь умирало. Системное сообщение, когда заклинательница убила восьмое существо, Хансень наконец услышал объявление, на которое он так надеялся. Но сейчас у него не было времени посмотреть на душу существа, и он не мог достать тела, находящиеся в камне. Все они были заняты, пытаясь выбежать на улицу. Юнь Сушан и Журавль тысячи перьев оглянулись и увидели, как заклинательница стреляет в призрачных когтей. Она убивала каждого из них одним выстрелом, прежде чем их когти полностью появлялись. Они понятия не имели, как такое возможно. Но у них не было времени об этом думать. По пути заклинательница убила много существ призрачных когтей, но их все еще было слишком много. Группа не могла быстро бежать. Дракон Сюань Юань здесь. Закричал Журавль тысячи перьев. Его лицо побледнело. Когда его крик эхом отбился от стен, из глубины пещеры раздался странный звук. К ним потянулась черная тень, наполняя воздух запахом крови. Глава 1976. Дракон Сюань Юань. Чешуя существа была черной, как чернила. На голове не было рогов, но за ушами виднелись черные крылья. На его лапах были когти, как у орла. Он приближался, и вокруг него клубился черный дым. Выглядело это очень жутко. Дракон Сюань Юань был слишком быстр. Кроме того, вокруг было полно призрачных когтей, от которых нужно было отбиваться. Но даже если бы там не было призрачных когтей, группа Хансеня все равно не смогла бы убежать от дракона. Через секунду дракон Сюань Юань оказался всего в 20 метрах от них. Он открыл пасть и выпустил в их сторону клубок черного дыма. Дым затемнял проход, когда он приближался к ним. Дыхание дракона Сюань Юань токсично. Не вдыхайте. Закричал журавль тысячи перьев, а затем его тело окутал туман, а третий глаз на лбу открылся и засиял. Яркий свет сделал его сильнее. Небо и облака непобедимы. Меч может убить небо. Крикнул журавль. Белый туман окружил его древний меч, и он взмахнул им. Белый туман меча рассек черный ядовитый дым, но затем устремился дальше и ударил дракона по голове. Ребята, уходите сейчас же. Журавль тысячи перьев крепче сжал свой меч и побежал к дракону. От его тела исходили облака, и он летел вперед, как фия. Забери Суэ. Юнь Сушан подтолкнула Юнь Суэ к первому дню, и глаз на ее лбу открылся. Ее древний меч также окружил свет, и девушка отправилась сражаться вместе с журавлем тысячи перьев. Они подняли свои мечи и вместе атаковали, нарушив дыхание дракона Сюань Юань. Они остановили наступление дракона и пытались с ним сражаться. Дракон ничего не мог поделать. Так это сила небесной расы. Когда их третий глаз открывается, они становятся намного сильнее. Хан Сень смотрел на них с трепетом. Журавль тысячи перьев и Юнь Сушан могли противостоять существу класса маркиза, и казалось, что они действительно смогут его убить. Но дракон Сюань Юань не был обычным маркизом. Его чешуя была невероятно прочной, а сила впечатляла. Журавль и девушка прервали его дыхание, но они не смогли пробить чешую. Снежно-белый туман меча ударял по черной чешуе, но оставался только белые следы. Хан Сень позволил заклинательнице выстрелить в дракона Сюань Юань, но когда пули попали в цель, они рассыпались в пыль. Невероятно прочная, крикнул Хан Сень в своем сердце. Мистер Хан, пожалуйста, забери Суэ и уходите отсюда, сказал первый день, продолжая активировать заклинания истины. Заклинания приземлились на землю, затем устремились вперед, чтобы остановиться на Юнь Сушан и журавле тысячи перьев. Это помогло увеличить их силу и скорость. Некоторые из его заклинаний поразили дракона Сюань Юань, но они оказались бесполезными. Теперь три элиты сражались против дракона Сюань Юань, но это, похоже, только разозлило его. В центре его спины появился черный свет, который тут же принял форму крыльев, что придало ему скорости. Дракон Сюань Юань взмахнул крыльями, и его десятиметровое тело сделало петлю в воздухе. Катча Юнь Сушан не смогла увернуться. Дракон укусил ее меч, и он сломался. В то же время хвост дракона повернулся к первому дню. Тело первого дня светилось белым светом. Заклинание истины дало ему защиту в виде пузыря, но хвост уничтожил его одним ударом. Его тело полетело к стене пещеры, как метеор. Мужчина закричал, когда его тело врезалось в стену и раскололо ее, затем он закашлялся кровью. А нет, это ксеногенный мутант. У него усиленная чешуя и более высокая скорость полета. Журавль двигался как облако. Он поднял Юнь Сушан, взмахнул мечом и разорвал черный дым, который выдыхал дракон. Заклинательница, защити ее. Приказал Хан Синь и вытащил нож призрачный зуб. На его ногах появились ботинки зубастого кролика, а на руке – перчатка красной норки. Хан Синь двигался как тень, направившись к дракону Сюань Юань. Используя бивень, он ударил существо сзади по шее. От его атаки послышался звон, но даже сила зубов ножа призрачного зуба не смогла пробить чешую дракона Сюань Юань. Удар оставил только царапину на чешуе. И хотя его нож обладал силой зубов и излучал опасный пурпурный дым, он все равно казался бесполезным. Такая защита? Хан Синь был шокирован. Не сражайся с ним, беги. Это ксеногенный мутант, и его тело намного превосходит его реальный уровень. Журавль тысячи перьев нанес удар, чтобы привлечь внимание дракона Сюань Юань, пока кричал Хан Синю. Но дракон Сюань Юань был слишком быстр. Он взмахнул крыльями и превратился в черного коня прямо перед журавлем. Свет меча журавля столкнулся с конем, и тут же был уничтожен, существо вовсе не пострадало. Увидев, что черный конь вот-вот схватит журавля, он закричал. Он крепче обнял Юнь Сушан и взлетел. Он двигался так быстро, что казалось, будто телепортировался подальше от атаки. Но лицо журавля побледнело. Его руки дрожали, когда он отдал Юнь Сушан Юнь Суэ. Сушан Исуэ, забирайте последний день и бегите. Мы с Хан Синим попробуем задержать его. Атака дракона Сюань Юань не достигла цели. Он развернулся и направился за первым днем, который только что выбрался из-под завала. Первый день стиснул зубы. Его ноги засияли, как будто он наступал на лотос. И парень произнес заклинание, после которого с каждым его шагом стал появляться символ. Каждый символ заставлял его ускоряться. Но он все еще не мог увернуться от атак дракона Сюань Юань, и когти монстра оказались перед юношей. Первый день вытянул ладонь, и, чтобы противостоять когтям, из нее появился истинный свет. Золотой свет и черный свет столкнулись друг с другом. Но первый день снова полетел в стенку. Дракон был жестоким, и он снова собирался атаковать первый день. Небесный глаз журавля тысячи перьев засиял. Он истекал кровью, но призвал облака дымки. Она превратилась в белого дракона, и он заревел. Он направился к дракону Сюань Юань. Черный дракон и белый дракон ринулись навстречу друг другу. Затем дракон Сюань Юань взмахнул крыльями, превратился в черного коня и смог избежать столкновения. Однако он сразу направился к двум сестрам. Осторожней. Лицо журавля тысячи перьев посерело. Этот удар стоил ему всей его силы, и молодой человек ничего не мог сделать, чтобы спасти их. Юнь Сушен знала, что они недостаточно быстры, чтобы увернуться от атаки. Девушка призвала древний меч, и ее небесный глаз засиял. Она ударила мечом по дракону. Хан Синь в настоящее время бежал, и благодаря ботинкам зубастого кролика, его скорость соответствовала скоростью существа. Он приблизился к дракону сзади и полоснул его сбоку. Динь. Одновременно прозвучало два звука. Юнь Сушен отлетела, и у нее пошла кровь. Хан Синь попытался разрезать дракону живот, но, хотя остался след, плоти видно не было. Глава 1977. Сражение. Дракон Сюань Юань повернулся к Хан Синю и выдохнул дым. Парень отступил и взмахнул ножом призрачным зубом, разбивая черный дым. Дракон Сюань Юань повернулся и снова обратил внимание на Юнь Сушен. Журавль тысячи перьев хотел его перехватить, но он был не таким быстрым, как существо. Первый день использовал истинный свет, но его атака не достигла дракона. Он закричал. Он слишком быстр. Сказанное Буддой вдохновило Хан Синя. Он только что создал черепаху и забыл, что она специализировалась на снижении скорости существа. Дракон Сюань Юань был почти перед Юнь Сушен, но парень прыгнуть вперед с невероятной скоростью. Он собрал силу в руки и ударил коня. Скорость ботинок от зубастого кролика была равна скорости дракона, и в мгновение ока белая нефритовая ладонь прижалась к голове дракона. Журавли другие не думали, что ладонь Хан Синя сможет что-то сделать. Они знали, что парень владел ножом класса короля, и знали, что он практиковал зубной нож, и даже если эти навыки не смогли повредить дракона, то что сможет сделать ладонь. Журавль тысячи перьев и первый день были вне досягаемости, а заклинательница продолжала безуспешно стрелять из пистолетов в дракона. Юнь Сушен подумала, что она вот-вот умрет, поэтому оттолкнула Юнь Суэ. Затем ее тело окутали облака. Она собиралась сразиться с драконом, используя все свои силы. Бам! Хан Синь ударил дракона Сюань Юань по голове. Затем дракон, похожий на коня, упал на землю. Казалось, что парень просто свалил его. Журавли остальные были в шоке. Они посмотрели на дракона Сюань Юань, который теперь лежал на земле. А там, где Хан Синь нанес удар, появилось изображение заклинания черепахи. Дракон Сюань Юань врезался в землю и взревел от ярости. Он взмахнул крыльями, пытаясь подняться в воздух. Больше всего была удивлена Юнь Сушен. Сколько бы он ни махал крыльями, дракон Сюань Юань не мог снова взлететь. Он стал похож на утку, пытающуюся взлететь. В конце концов, несмотря на все его безумные взмахи крыльями, он не смог оторваться от земли. У Юнь Сушен широко открылся рот, когда она все это увидела. Это было слишком мощно, и все они были потрясены. На что вы смотрите? Бегите! Хан Синь закричал на них, выводя ребят из оцепенения. Юнь Сушен потащила Юнь Суэ. Первый день последовал за ними, наложив на дракона истинное заклинание. Журавль тысячи перьев тоже нанес удар. Но к настоящему времени они уже были истощены, и их атакам не хватало силы, которой они обладали раньше. Дракон был действительно зол на Хан Синя. Он полностью игнорировал атаки первого дня и журавля. Он хотел догнать парня. Существо пыталось взлететь, однако смогло лишь ползти. Дракон смог двигаться вперед, но стал значительно медленнее. Хан Синь, увидев скорость дракона Сюань Юань, очень обрадовался. Учитывая, как медленно теперь двигалось существо, парень больше не чувствовал угрозу. Раздался еще один крик боли, когда дракон Сюань Юань сломал свет меча журавля. Истинное заклинание первого дня. Он продолжал приближаться к Хан Синю, выпуская дым изо рта. Парень двинулся. Он увернулся от самой густой части дыма. Затем он подошел к дракону и ударил его по морде. Еще одно заклинание черепахи проявилось на морде дракона, снова снизив его скорость. Хан Синь двигался как тень. Он убрал свой нож призрачный зуб и несколько раз ударил дракона по морде руками. Дракон Сюань Юань был невероятно медленным. Он не мог догнать Хан Синя, который был в ботинках зубастого кролика, поэтому ничто не могло помешать парню продолжать бить его по морде. Изображение заклинания черепахи покрыло всю морду существа. Журавли первый день наблюдали, как Хан Синь избивает дракона. Убегающие сестры перестали бежать. Их рты широко открылись, не в силах понять, что они видят. Дракон Сюань Юань вел себя так, словно поглупел. Он оставался на месте, позволяя Хан Синю бить его без остановки. Существо становилось все медленнее и медленнее, и стало казаться, что оно двигается в замедленной съемке. Хан Синь почувствовал себя очень хорошо, продолжая наносить удары. Первый день и остальные стали думать, что пощечины Хан Синя были своего рода геноискусством, которое замедляло скорость противника. У первого дня было подобное геноискусство, но оно не сработало на драконе Сюань Юань, когда Будда его применил. Они оба были графами, но геноискусство Хан Синя оказалось гораздо более эффективным против дракона Сюань Юань. Это смутило первый день. Хан Синь не думал, что его черепаха будет такой мощной. Но он смог не дать врагу летать и значительно его замедлил. Удивительно, но это сработало на драконе, который был маркизом и мутантом. Однако его удивление вскоре прошло. Черепаха произошла от заклинания нефритовой черепахи. Нефритовая черепаха была создана из остатков древнего обожествленного панциря черепахи. Сила была класса бога. Хан Синь также включил в этот навык подавление небесного дворца и добавил часть от монеты. С нынешней силой Хан Синя черепаха, возможно, не смогла бы победить врага класса короля, но она отлично работала на маркизов или герцогов. Хан Синь продолжал бить дракона Сюань Юаня, и в конце концов дракон стал медленным, как улитка. Это было похоже на замедленную сцену по телевизору. Дракон Сюань Юань был так зол, что его глаза чуть не вылезли из орбит. Его взгляд горел ненавистью. Если бы взгляд мог убить, он бы убил Хан Синя давным-давно. Теперь у существа была скорость черепахи, но это не повлияло на его силу. Он все еще мог выдыхать ядовитый воздух, но не мог двигаться, а потому не мог поразить проворного Хана Синя своим дымом. Юноша продолжал использовать нож, пытаясь разрезать шею существу. Он ударил сотни раз, и повсюду были видны раны. Вскоре шея дракона начала кровоточить. Журавли другие знали, что дракон погибает, поэтому не стали вмешиваться. Они не хотели красть чужую добычу. Однако они все же взяли на себя обязательство уничтожить призрачных когтей, которые все еще были поблизости. Юнь Суэ увидела кровь на ноже и задумалась. Бум! Прики дракона Сюань Юань внезапно прекратились, так как нож-призрачный зуб, наконец, смог отрезать ему голову. Системное сообщение убито ксеногенное существо класса Маркиз. Дракон Сюань Юань. Обнаружен ксеногенный ген. Получена душа существа-мутанта дракона Сюань Юаня. Глава 1978. Мутантный ген. Убив дракона Сюань Юань, команда покинула пещеру Сюань Юань. Хан Синь чувствовал себя неважно, а первый день июнь Сушан получили травмы. Они не могли идти дальше, к тому же им нужно было забрать труп дракона Сюань Юань и существ призрачных когтей. Тело дракона Сюань Юань было очень полезным, и оно также имело ксеногенные гены. Они не хотели просто так отказываться от него. Хан Синь разрезал голову дракона Сюань Юань под наблюдением журавля тысячи перьев. Он достал шар мозга, который был ксеногенным геном этого существа. Шар мозга была размером с кулак. Он был похож на черный кристалл. Самым странным было то, что внутри него был дракон Сюань Юань с крыльями. Когда Хан Синь достал шар мозга, прозвучало объявление. Хан Синь был удивлен и подумал, что это значит. Потребуются ли для поглощения этого мутантного гена другие гены в качестве основы? Парень решил на время отложить шар мозга. Он собрал другую добычу и покинул пещеру вместе с остальными. Хан Синь, какой гена искусства ты использовал, чтобы подавить дракона Сюань Юань? Ты сделал так, что он не мог двигаться. Это что-то чрезвычайно мощное, сказала Юнь Суэ и Хан Синь, пока они шли. Это гена искусства, которая используется для снижения скорости врагов. Это называется черепаха, ответил Хан Синь. Услышав название, Юнь Суэ и остальные удивились. Девушка улыбнулась и сказала. Это хорошее название. И ты действительно превратил дракона Сюань Юань в черепаху. Журавль тысячи перьев и остальные были потрясены. Они не ожидали, что умение, используемое для снижения скорости, может оказаться настолько эффективным. Это точно не было обычным геноискусством. После короткого обсуждения Хан Синь продал дракона Сюань Юань Юнь Сушан. Она сразу позвала своих людей из магазина, чтобы они пришли и забрали его. Хан Синь собирался забрать себе только ксеногенные гены дракона и несколько существ призрачных когтей. Затем он полетел на безногой птице обратно на свой остров. По пути домой Хан Синь посмотрел на свою новую душу существа. Хан Синь призвал новую душу. Это действительно было оружие, очень похожее на призрачные когти. У него была рукоять длиной 3 фута с острым когтем на конце. Но юноша не совсем понимал, что это за оружие. В итоге, он его спрятал и призвал душу существа мутанта дракона Сюань Юань. После того, как Хан Синь призвал ее, он почувствовал себя довольно подавленным. Он думал, что у него за спиной вырастут потрясающие крылья, но это было не так. Когда он призвал душу, это вовсе не было похоже на черные крылья, находившиеся на спине дракона. Вместо этого небольшая пара крыльев Сюань Юань появилась возле ушей Хан Синя. Это не были широкие крылья. Они были просто парой маленьких ушных крыльев. Они выглядели красиво, но Хан Синь не думал, что они вообще могут пригодиться. Парень попытался взлететь, используя их, и у него получилось. Они были почти так же хороши, как и ботинки зубастого кролика. Ботинки увеличивали его скорость передвижения по земле. Они не улучшили его скорость полета. Крылья дракона могли улучшить его скорость в воздухе, поэтому они очень подходили для Небесного Дворца. Эта душа существа могла оказаться очень полезной. Иногда ему приходилось рожаться в воздухе. В таком случае, юноша не мог использовать свои ботинки, а наличие крыльев дракона могло упростить ему задачу. Но когда он использовал крылья дракона, он выглядел довольно забавно. Добравшись до острова, Хан Синь сварил ксеногенные гены призрачных когтей, а затем выпил бульон. Он почувствовал, как сила распространяется по его телу. Парню стало холодно, как будто его омывали потоком холодной воды. Всего у Хан Синя было 9 ксеногенных материалов от призрачных когтей. После того, как он их съел, он получил 9 очков. Однако ксеногенный материал существа мутанта дракона Сюань Юань не удалось сварить, поэтому юноша не смог его съесть. Все было именно так, как было сказано в объявлении. У Хан Синя было недостаточно генов маркиза, поэтому он не мог поглотить мутантный ксеногенный ген. Хан Синь отдыхал всю ночь, а на следующий день ему было нечего делать. Белый нефритовый цзин еще не открылся, поэтому идти туда не было смысла. В результате ему вовсе нечем было заняться. Поэтому юноша решил отправиться в пещеру Сюань Юань, чтобы убить ксеногенных существ. Он хотел пополнить свои очки генов класса графа, чтобы стать лучше. Хан Синь полетел на безногом журавле в пещеру Сюань Юань. Он оставил его снаружи и вошел в пещеру один. С ним не было журавля тысячи перьев и остальных, поэтому ему нужно было беспокоиться только о себе. Юноша использовал свои ботинки зубастого кролика, чтобы быстро забежать глубоко в пещеру. Возможно, из-за того, что его ботинки были слишком быстрыми, нефритовые духи Сюань не появлялись. Он бежал часа три. Парень пробежал мимо того места, где они убили дракона Сюань Юань, но до сих пор не появилось ни одного ксеногенного существа. Хан Синь не осмеливался замедлиться, так как не хотел, чтобы на него набросилась куча существ. Вскоре он встретил людей, охотящихся на ксеногенных существ. Это были люди из Небесного дворца. Они были в группе, и только Хан Синь был один. Когда ученики Небесного дворца увидели, что Хан Синь один, они были шокированы. Нефритовые духи Сюань могли появиться в любой момент, поэтому входить внутрь одному было опасно. Когда ученики приходили сюда на охоту, они всегда были с напарниками. Редко можно было увидеть кого-то вроде Хан Синя, который путешествовал по пещере в одиночестве. Когда Хан Синь прошел дальше, он так и не встретил нефритовых духов Сюань, однако услышал голос, зовущий о помощи из глубины пещеры. Хан Синь посмотрел в том направлении и увидел бегущего к нему человека Небесной расы. Позади него был муравей с головой размером с кошачью. Хан Синь быстро призвал заклинательницу. Она подняла снайперскую винтовку и выпустила пулю, которая снесла голову ксеногенному существу, находившемуся за несколько сотен метров. Убито ксеногенное существо класса Виконт – нефритовый муравей. Обнаружен ксеногенный ген – беги. Бегущий человек крикнул Хан Синю. Зачем бежать? Он мертв – ответил Хан Синь. Но человек не остановился и закричал. Он не один. Их много. Насколько много? Спросил Хан Синь. Много. Много. Беги. Человек пробежал мимо Хан Синя. Парень больше ничего не спросил, так как увидел нефритовых муравьев, которые появились в том направлении, откуда бежал человек. И правда много. Но Хан Синь не испугался. Вместо этого он был счастлив. Его глаза загорелись. Заклинательница, даже без приказа Хан Синя, поменяла свою снайперскую винтовку на РПГ. Она положила гранатомет на плечо, заняла позицию и нажала на курок. Вылетел снаряд и врезался в центр муравьиной орды. Глава 1979. Муравейник. Бум. Белый свет вспыхнул среди орды муравьев. Образовалось грибовидное облако, от которого вся пещера задрожала. Объявления звучали в голове Хан Синя бесчисленное количество раз. Парень слышал, как он получил две души существ нефритовых муравьев. Они отправились в его море душ. Потрясающе. Хан Синь чувствовал себя прекрасно. Он не чувствовал себя так уже долгое время. Парень из небесной расы остановился и потрясенно уставился на него. Его потрясло то, что он только что увидел. Заклинательница выпустила еще одну ракету, и она приземлилась среди нефритовых муравьев. Несчетное количество погибших и поджаренных трупов были разбросаны повсюду. Черт возьми. У тебя мощное оружие. Мужчина прибежал обратно. Он смотрел на заклинательницу, когда говорил, да, она сильная, но мне просто повезло, ответил Хан Синь. Заклинательнице требовалось три секунды для создания новой ракеты после каждого использования, но после последовательных трех-четырех выстрелов оставшиеся в живых нефритовые муравьи отступили обратно в тоннель и не вернулись. Парень не был удивлен тем, что сказал Хан Синь. Он подумал, что это имеет смысл. Но он все равно посмотрел на заклинательницу с большим интересом и сказал, меня зовут Юй Цзин. А тебя, Хан Синь, ответил юноша. Ты тот Хан Синь, которого дядя журавль принес в небесный дворец? Удивленно спросил Юй Цзин. Хан Синь пожал плечами. Что он мог сказать? Ты выглядишь иначе, чем в тех историях, которые я слышал, и у тебя мощное генооружие, сказал Юй Цзин. Я вижу, что ты граф, так почему ты называешь журавля тысячи перьев дядей? Спросил Хан Синь. Юй Цзин улыбнулся. Дядя журавль учится у десятого старшего. Я ученик шестого старшего. Если честно, я больше похож на внука. Поэтому я должен называть его хотя бы дядей. После этого Юй Цзин продолжил. Хан Синь, ты заинтересован в сотрудничестве со мной? Нет, сразу ответил Хан Синь. Юй Цзин был разочарован. Через некоторое время он сказал. Разве ты не хочешь хотя бы услышать мое предложение? Нет, спасибо, сказал Хан Синь. Затем он подошел к убитым нефритовым муравьям. Он собирался собрать их ксеногенные гены. Юй Цзин все понял, но его лицо покраснело. Он не мог удержаться от объяснений, поэтому сказал. Брат Хан, я могу разобраться с виконтами нефритовыми муравьями. Причина, по которой я сбежал, заключалась в том, что внутри находятся графы, а также королева муравьев. Поэтому мне пришлось бежать. Королева муравьев существо мутант? Когда Хан Синь услышал это, его глаза широко раскрылись. Парень получил ксеногенный ген дракона Сюань Юань, но не смог его поглотить. Он хотел понять, в чем разница между обычными генами и мутантными генами. Если бы он смог заполучить ген мутанта класса графа, он мог бы это выяснить. Ага, мне не повезло. Я нашел нефритовое фруктовое дерево, и когда я собирался сорвать для себя нефритовый плод, я увидел гнездо нефритового муравья прямо рядом с ним. Я не смог собрать плоды и чуть не умер. Я использовал все, что у меня было, все предметы, которые у меня были, чтобы выжить. Я потерял все во время этого путешествия. Юй Цзин вздохнул. А затем Юй Цзин внезапно улыбнулся Хан Синю. Брат, я думаю, что ты сильный. Ты, должно быть, герой. Почему бы нам с тобой не пойти и не собрать нефритовые плоды и не разделить их между нами? Без обид. Но почему я не могу сам пойти туда прямо сейчас? Хан Синю улыбнулся Юй Цзину. Мужчина тоже улыбнулся и задрожал от волнения, а затем сказал. Брат Хан, ты пробыл в небесном дворце всего несколько дней. Ты мало что знаешь о пещере Сюань Юань. Хотя остров Сюань Юань не выглядит большим снаружи, он очень большой внутри. Даже если ты пробыл бы здесь целый год, ты не смог бы исследовать каждый укромный уголок этого царства. Система пещер тоже сложна, так что ты, скорее всего, заблудишься. Без меня очень маловероятно, что ты найдешь эти плоды, даже если будешь искать несколько месяцев. Неужели ты действительно хочешь потратить свое время таким образом? Логично. Хорошо, мы разделим полученные плоды пополам, сказал Хан Синь, копаясь в трупах нефритовых муравьев. Ракета была слишком мощной, а нефритовые муравьи были всего лишь виконтами. Большинство из них было разнесено в дребезги до такой степени, что ксеногенные гены были полностью уничтожены. Когда он закончил, Хан Синь смог собрать только дюжину ксеногенных генов. Юй Цзин был так счастлив услышать это и сказал. Брат Хан, ты не пожалеешь о сотрудничестве со мной. Сможет ли твое генооружие уничтожить графа нефритового муравья? Хан Синь обыскал еще несколько нефритовых муравьев, которые не были уничтожены, а затем вместе с Юй Цзин отправился на поиски нефритового фруктового дерева. По правде говоря, целью Хан Синя в этом походе не были плоды, но любые собранные им плоды могли стать достойным бонусом. Больше всего он хотел убить эту королеву нефритовых муравьев. Юй Цзин не лгал. Местоположение нефритового фруктового дерева было хорошо скрыто. Они пересекли ряд сложных туннелей, на что потребовалось больше часа, прежде чем нашли его. Дерево было за скрытой нишей и пещерой. Брат Хан, ты видишь камень рядом с деревом? Это выход из муравейника. Если мы подойдем слишком близко, муравьи вылезут наружу. Я исследовал его ранее, и там было как минимум 8 графов нефритовых муравьев. Еще там была королева муравьев. Что ты будешь делать? Юй Цзин выглядел обеспокоенным. Он боялся, что Хан Синь отступит. Мы же договорились, не так ли? Мы разделим плоды пополам, и мне нужны ксеногенные гены нефритовых муравьев, сказал Хан Син. Юй Цзин сразу же сказал. Да, неважно, кто их убьет, ты получишь ксеногенные гены. Юй Цзин сказал это, но про себя подумал. Нефритовая королева муравьев мутант. Она сильная, как маркиз. С семью или восемью графами рядом с ней, а также с другими муравьями. Я думаю, ты в конечном итоге сбежишь, не получив ни единого ксеногенного гена. Хорошо, тогда начнем. Иди туда, холодно, сказал Хан Синь. Я что? Потрясенно спросил Юй Цзин. Идти. Можешь полететь или поползти, если хочешь. Просто подойди и привлеки внимание этих муравьев. Хан Синь улыбнулся. Привлечь внимание? Твой план, выманить их, убить и собрать плоды? Юй Цзин странно посмотрел на Хан Сина. У тебя есть идея получше? Хан Синь улыбнулся Юй Цзину. Хан Синь мог легко собрать плоды. Благодаря ботинкам зубастого кролика, он мог собрать их до того, как появятся муравьи. Но юноша пришел сюда не только из-за плодов, поэтому он не собирался сбегать. Глава 1980. Сумасшедшее убийство. Брат Хан, ты действительно уверен в этом? Спросил Юй Цзин, глядя на Хан Синя. Да, уверенно, ответил Хан Синь. Юй Цзин колебался. Он стиснул зубы, схватил Хан Синя за руки и сказал. Брат Хан, я отдаю свою жизнь в твои руки. Ты должен быть осторожен и убедиться, что я буду в безопасности. Иди. Когда придет время, я использую заклинательницу. Хан Синь похлопал Юй Цзина по плечу и улыбнулся. Мужчина побежал к нефритовому фруктовому дереву. Прежде чем он смог приблизиться, из-под камня начали вылетать муравьи. Казалось, что в его сторону хлынула черная река. Юй Цзин быстро прибежал назад, и Хан Синь приказал заклинательнице подготовить ракету. Затем она открыла огонь. Бум. Белый свет вспыхнул позади Юй Цзина. Он убил множество нефритовых муравьев. В голове Хан Синя продолжали звучать объявления о том, что он убил нефритовых муравьев класса Виконта. Он также слышал, как получил кучу душ-существ. Хан Синь раньше сражался с муравьями и всегда получал души с типом броня. Но от этих нефритовых муравьев юноша получал души с типом питомец. Это его немного разочаровало. На самом деле, души с таким типом были не особо хорошими. Если бы вы хотели эффективно их использовать, то питомцев нужно было развить до боевого режима. В прошлом у него было много питомцев низкого уровня. Нефритовые муравьи могли выплевывать едкий газ, но лишь на небольшое расстояние. Кроме того, газ двигался медленно. Прежде чем существа успели добраться до Хан Синя, заклинательница выпустила две ракеты и уничтожила их. Внезапно из каменного муравейника появилось несколько золотых теней. Эти муравьи были вдвое крупнее обычных. У них были крылья, и они сияли золотым светом. Они летели прямо на Юйцзина, как тени. «Брат Хан, помоги мне!» Закричал Юйцзин Хан Синю на бегу. Увидев, что семь или восемь нефритовых муравьев класса граф собираются догнать Юйцзина, Хан Синь понял, что ракеты заклинательницы могут не успеть. Она убила множество муравьев класса Виконта, но их приближалось все больше и больше. Заклинательница Хан Синь взял ее под свой контроль. Он сменил ракетную установку на снайперскую винтовку. Заклинательница подняла оружие и прицелилась, а затем нажала на курок. Светящаяся пуля попала в одного из муравьев класса графа. Сила прорвала крыло муравья и пробила его панцирь. Существо упало на землю. Убито ксеногенное существо класса граф – нефритовый муравей. Обнаружен ксеногенный ген. Объявление прозвучало в голове Хан Синя. Юй Цзин взволнованно повернулся и крикнул. Черт, брат Хан, у тебя очень мощное генооружие. Поторопись, сделай еще несколько выстрелов и убей их всех. Секунду спустя заклинательница снова подняла винтовку и выстрелила. К сожалению, на этот раз она промахнулась. Ей не удалось сбить графа нефритового муравья, который быстро устремился к ней. Взволнованный голос Юй Цзин стал жалостливым. Брат, ты можешь лучше целиться? Увидев, что Юй Цзин тоже приближался к ней. Заклинательница сменила снайперскую винтовку на пару пистолетов. Затем она прицелилась. Раздалась серия выстрелов. Она промахнулась несколько раз, но ей все же удалось поразить двух графов нефритовых муравьев. Однако пистолеты были не такими мощными, как снайперская винтовка, а пули, хоть и пробивали дыры в панцирях существ, не убивали их. Заклинательница! Крикнул Хансинь. Она тут же подбежала к нему и превратился в пару пистолетов, которые оказались в его руках. Левая и правая руки Хансиня сжимали пистолеты. Он одновременно выстрелил, каждая пуля вылетела с ошеломляющей вспышкой света. Послышался резкий крик. Хансинь выпустил семь пуль, и все семь попали в желаемые цели. Были сбиты семь графов нефритовых муравьев. Пули Хансиня были такими же мощными, как и у заклинательницы. Единственная разница заключалась в том, что пули заклинательницы подпитывались чистой силой истории генов, в то время как Хансинь мог создавать пули, используя любое геноискусство, которым он обладал. После семи выстрелов в каждом из семи нефритовых муравьев образовались пулевые отверстия. Однако раны не были смертельными, и существа все еще могли сражаться. Но они кружились, как самолеты, теряющие контроль. В итоге, они врезались в землю и больше не смогли подняться в воздух. На каждом из них появились небольшие символы черепахи. Пули Хансиня были наполнены силой черепахи. Благодаря этому, муравьи больше не могли летать, и их скорость значительно снизилась. Хансинь продолжал стрелять по муравьям, оказавшимся на земле. Их панцири раскалывались и ломались, а из их тел сочилась кровь. Довольно быстро юноша смог убить одного муравья. Убито ксеногенное существо класса граф – нефритовый муравей. Обнаружен ксеногенный ген. Стреляй в них! Стреляй в них! Взволнованно закричал Юитзин. Графы нефритовые муравьи больше не могли летать, и их скорость снизилась. Значит, они больше не представляли угрозы для Юитзина. Хансинь отступил, неоднократно нажимая на спусковые крючки. Удовольствие от стрельбы из пистолетов было несравнимо с ударами ножом. Вскоре, парень убил еще одного графа нефритового муравья, и тут раздался шум. Из-под камня вылетел полностью черный муравей, а на его панцире виднелись золотые символы. Этот муравей был меньше графов, но его аура была куда страшнее. Он взмахнул крыльями и полетел к Хансиню. Его когти были похожи на лезвие, и они метнулись к нему. Золотой свет пронесся мимо парня. Хансинь двинулся и уклонился от золотого луча. Затем юноша начал стрелять, но королева нефритовых муравьев была слишком быстрой. Она могла уворачиваться от каждой пули. Королева с визгом поднялась в воздух. Золотые символы на панцире и крыльях засветились. Ее скорость и сила увеличивались, и она снова собиралась атаковать Хансиня. Беги. Это королева мутантное существо. Она сильна, как маркиз. Мы не сможем с ней бороться. Прежде чем Юитзин успел закончить свое предупреждение, Хансинь вытащил еще одно оружие и побежал к королеве муравьев. Пули не могли догнать существо, а вот ботинки зубастого кролика могли. Хансинь промчался мимо золотых лучей и ударил ножом призрачным зубом. Ее панцирь оказался проломлен и появилась довольно большая рана, из которой тут же потекла кровь и появился фиолетовый дым. Глава 1981. Убийство королевы муравьев. Хансиню больше не нужно было сражаться. Фиолетовый дым быстро распространялся по королеве муравьев, разрывая ее раны, и кровь хлестала из них, как прорвавшаяся плотина. Однако парень был слишком ленив, чтобы ждать. Он снова ударил и отрубил сильно раненой королеве муравьев голову. Убито ксеногенное существо мутант класса граф, королева нефритовых муравьев. Обнаружен ксеногенный ген. Прозвучало объявление, и Хансинь очень обрадовал. Это действительно ксеногенное существо мутант. Нефритовые муравьи не отступили, несмотря на то, что их королева была убита. Все они бросились на Хансина, как камикадзе. Заклинательница снова приобрела форму женщины и начала выпускать ракеты по толпам существ. Тем временем Хансинь сам добил остальных графов. После того, как было убито еще много муравьев, остальные решили вернуться в свое жилище под камнем. Хансинь не стремился продолжать бой. Он забрал тела королевы и восьми графов. Он также собрал множество ксеногенных материалов виконтов. Юйцзин увидел, что Хансинь забирает столько ксеногенных материалов, и почувствовал себя подавленным. Ему пришлось утешить себя словами. Хорошо, что я смогу получить хотя бы половину этих нефритовых плодов. Этот парень страшный, и он совсем не похож того, о ком ходит столько слухов. Он не похож на человека, которого нужно было принести в небесный дворец. Я должен был бороться за большую долю этих сокровищ. На дереве было 14 нефритовых плодов. Хансинь и Юйцзин разделили их поровну. После, юноша спросил у Юйцзина, какую они могут принести пользу. Брат Хан, как насчет того, чтобы сотрудничать в пещере Сюанью, а не вместе уничтожить еще больше ксеногенных существ? Мы можем разделить добычу, тебе 60%, а мне 40%. Думаю, я соглашусь даже на 70 и 30. 80 и 20 тоже возможно. Ты должен подумать об этом. Но Хансинь не собирался продолжать охоту в пещере Сюаньюань. Он взял свою добычу и ушел. Безногий журавль отнес его обратно на остров. Хансинь собирался выяснить назначение мутантных ксеногенных генов. На этом этапе ему не нужно было больше заниматься охотой. Он отдал несколько тел виконта нефритового муравья безногому журавлю. Он не вырезал из них ксеногенные материалы, а позволил своему журавлю все съесть. Безногий журавль с радостью проглотил первого и благодарно фыркнул. Хансинь подошел к каменному дому и достал тела. Он разрезал тело королевы муравьев и взял кусок плоти, похожий на нефрит. Это мясо было прозрачным и молочием отличалось от креветок. В этом куске что-то светилось золотым. Если присмотреться, то можно было увидеть, что это было лицо королевы муравьев. Генов графа недостаточно. Невозможно поглотить мутантные ксеногенные гены. Хансинь снова услышал это объявление. У меня 9 генов графа, а здесь 8 нефритовых муравьев в класса графа. Не знаю, хватит ли этого. Хансинь разрезал 8 муравьев графов и достал ксеногенные материалы. После, юноша отдал тело королевы муравьев и другие тела безногому журавлю. Пузырь был единственным питомцем Хансиня, поэтому ему больше некого было кормить. У Хансиня были питомцы от души существа графа и 7 душ от существ виконтов, но он не хотел их кормить. Было бы нелегко скрыть наличие питомца в небесном дворце. Если другие обнаружат, что он у него есть, объяснить это будет сложно. Ксеногенные материалы нефритовых муравьев были похожи на куски мяса размером с кулак. После того, как Хансинь сварил их, они стали похожи на барбекю. Парень посыпал их солью и перцем. На вкус они были лучше, чем баранина, приготовленная на гриле. Получен один ген графа. Съев кусок муравьиного мяса, Хансинь почувствовал себя более живым. Он был полон энергии, и ему казалось, что он может заниматься сексом 10 раз за ночь. После того, как он съел 4 куска этого мяса, его живот раздулся. Еда была очень сытной. Однако Хансинь не хотел ждать, прежде чем съесть остальное, поэтому активировал потребление и быстро переварил мясо, которое было в его желудке. После этого, юноша смог съесть все 8 кусков муравьиного мяса. Всего у Хансиня стало 17 генов графа. Но даже после этого, когда он хотел съесть мутантную плоть королевы муравьев, появилось оповещение, что у него недостаточно генов графа. Сколько генов графа мне нужно? Я не могу понять. Хансинь был подавлен, но уже почти наступило время для белого нефритового цзина. Он скоро должен был стать активным. У юноши не было времени снова отправиться в пещеру, поэтому он решил подумать об этом, после того, как вернется из белого нефритового цзина. Практика в белом нефритовом цзине была самым важным, что он мог делать сейчас. У него было три гена искусства, которые нужно было развивать, чтобы достичь класса графа, поэтому белый нефритовый цзин был очень важен. В конце концов, именно поэтому Иша отправила его сюда. Конечно, Иша отправила его сюда, чтобы он достиг класса графа с историей генов, но он уже смог это сделать. Хансинь, ты здесь? В день открытия белого нефритового цзин, кто-то позвал Хансиня, прежде чем он успел проснуться. Это был голос Юньсуи. Хансинь быстро почистил зубы, затем открыл дверь. На Юньсуи было белое платье, и она стояла прямо за дверью. Крой платья подчеркивал ее привлекательные ноги. Сегодня открывается белый нефритовый цзин. Пойдем, Юньсуи моргнула, глядя на Хансиня. Да, ответил парень. Он повернулся, собираясь разбудить безногого журавля, дремавшего под деревом. Давай возьмем моего нефритового крылатого тигра. Он быстрее, сказала Юньсуи. Конечно, Хансинь кивнул, позволив безногому журавлю продолжить спать. Парень сел позади нее, и нефритовый крылатый тигр полетел к белому нефритовому цзин. Хансинь, ты ученик королевы ножа. Ты обязательно должен знать много навыков ножа. Я выучила несколько, но мне кажется, что с ними что-то не так. Если у тебя когда-нибудь будет время, не мог бы ты научить меня чему-нибудь? Юньсуи повернулась и улыбнулась Хансиню. Я не могу научить тебя, но мы можем тренироваться вместе, ответил юноша. Хорошо. После того, как белый нефритовый цзин закроется, я проведу тебя к себе. Юньсуи кокетливо улыбнулась. Хансинь и Юньсуи пошли в здание белого нефритового цзин и разделились, когда достигли четвертого этажа. Юньсуи сказала, что будет ждать Хансиня. На этот раз парень остался на шестом этаже. Он решил потренироваться там. Ему нужно было практиковать другие свои гена искусства, и он не знал, сможет ли его тело выдержать нефритовую дымку седьмого этажа без использования окаменения. Но шестой этаж был полон учеников. Люди были повсюду. Брат Хан, ты здесь? Вошел Юйцзин и увидел Хансиня, затем подошел и сел рядом с ним. Глава 1982. Странность в белом нефритовом цзин. Хансинь хотел посидеть в одиночестве, но, похоже, у него не было такой возможности. На шестом этаже везде были люди. К счастью, Юйцзин ничего не сказал о том, что они вместе убивали ксеногенных существ. Он тихо спросил. Брат Хан, ты будешь принимать участие в экзамене Небесного Дворца? Что за экзамен? Спросил Хансинь. Это была не школа, так какой мог быть экзамен? Ежегодный экзамен. За неудачу не будет никакого наказания, но если ты преуспеешь, старейшины и руководители могут тебя заметить. Если ты попадешь в тройку лучших, ты также получишь приз. Если получишь хорошую оценку, старейшина может принять тебя в ученики, даже если ты посторонний. Конечно, ты уже ученик королевы ножа, но три главные награды все равно велики. А что это за награды? Спросил Хансинь. Сокровища достанутся тройке лидеров. Если ты займешь первое место, тебе дадут разрешение на вход в Святой Дом. Там ты сможешь выбрать геноискусство. Это принесет большую пользу, объяснил Юйцзин. Услышав это, Хансинь быстро потерял интерес. У него было свое собственное геноискусство, которым он мог заниматься. Даже если бы геноискусство Небесного Дворца было могущественным, он сомневался, что у него хватит времени, чтобы изучать еще одно. Юйцзин заметил, что Хансинь не заинтересован, поэтому, оглядевшись, прошептал. Брат Хан, если у тебя есть время, я хотел бы поговорить с тобой об экзамене один на один. Возможно, мы сможем там сотрудничать. Хансинь посмотрел на Юйцзина, но тот сделал жест, означающий, что пока стоит помолчать. Хансинь догадался, что Юйцзин, скорее всего, хочет предложить какой-то обман. Конечно, об этом никто не должен был слышал. А затем Юйцзин снова заговорил с Хансинем. На этот раз он не хотел обсуждать экзамен. Белый нефритовый дзин открылся, из стен появилась нефритовая дымка. Когда это произошло, все сосредоточились на ее поглощении. Хансинь использовал нефритовую кожу, чтобы поглотить нефритовую дымку. В их названиях было одинаковое слово, поэтому, возможно, они были совместимы. Когда Хансинь активировал нефритовую кожу, нефритовая дымка стала быстро циркулировать по его телу. Она поглощалась намного быстрее, чем при использовании истории генов. Черт возьми, они действительно связаны. Подумал Хансинь. Перт 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 возьми, они действительно связаны. Подумал Хансинь, черт возьми, они действительно связаны. Юноша активировал с утру Донсюань, затем с утру кровавого пульса, и заметил, что с их помощью нефритовая дымка поглощается намного медленнее, чем с историей генов. Они явно были намного хуже, чем нефритовая кожа. Похоже, для начала мне стоит заняться нефритовой кожей. Хансинь перестал терять время и сосредоточился на практике нефритовой кожи. В первую очередь, юноша хотел развивать ее. Нефритовая дымка была повсюду, но она была недостаточно плотной. Скорость поглощения была высокой, но эволюция нефритовой кожи шла не очень хорошо. Юноша понял, что галактический песок был намного лучше. Перед вторым извержением нефритовой дымки Хансень поднялся на седьмой этаж. Его нефритовая кожа была совместима с нефритовой дымкой, поэтому юноша понял, что на седьмом этаже ему не грозит смертельная опасность. Но когда он добрался до седьмого этажа, то не увидел там журавля тысячи перьев и юнь сушен. Не было даже первого дня, но там, на седьмом этаже, был молодой, одинокий парень. На его коленях лежал нефритовый меч. Он не смотрел на Хансеня, а просто сидел на месте с закрытыми глазами, не заботясь об окружающем мире. Хансень тоже не любил разговаривать, поэтому он нашел место, присел и стал ждать второй волны. Нефритовая дымка седьмого этажа была намного плотнее, чем на шестом этаже. Для его нефритовой кожи это было намного лучше. На седьмой этаж никто не заходил, поэтому обстановка очень понравилась Хансенью. Здесь было намного лучше, чем на переполненном шестом этаже. Он подумал про себя. Если бы я знал, что смогу выдержать, я бы сразу пришел сюда. Хансень дождался второго извержения, а когда оно началось, юноша снова активировал нефритовую кожу и начал поглощать нефритовую дымку. Юноша сразу ощутил, как нефритовая дымка распространяется по его телу и помогает развиваться нефритовой кожи. Она смогла наполнить даже его кости. Это заставило Хансеня почувствовать себя нефритовым. В скелете Хансеня возникали какие-то удивительные чувства. Вместо того, чтобы вызывать у него озноб, мощная нефритовая дымка заставила его почувствовать жар. Казалось, что он находится в духовке, и его кости запекаются. Однако Хансень знал, что это всего лишь иллюзия. Нефритовая дымка не смогла его подавить, и из-за этого юноша почувствовать себя более живым. Хансень практиковал нефритовую кожу, и вскоре она начала казаться немного странной, будто стала более чистой. Это было именно то, на что надеялся Хансень. Юноша продолжил практику. Но на седьмом этаже на гладкой нефритовой стене появилось странное изображение. На изображении были солнце и луна, а также белые кости. Аура меча разрезала это. Это было похоже на появление Бога в небе. Здания поднимались вверх, как ступеньки в небо. Между облаками был загадочный город. Он был очень хорошо спрятан, и можно было увидеть лишь его часть. Все эти изображения появились на нефритовой стене, и они сделали нефритовую дымку чище. Молодой человек небесной расы открыл глаза. Его глаза засияли, когда он посмотрел на нефритовую стену. Он выглядел шокированным. Образ на нефритовой стене начал меняться, и город стал ближе. Появился король, подчиняющийся городу. Он сделал шаг, затем опустился на колени. Десять шагов, затем он простерся ниц. Это походило на верующего, идущего к святому месту. Когда молодой человек увидел, что на нефритовой стене показался город, который был среди облаков, его лицо изменилось. Пять городов. Глаза молодого человека засияли. Он уставился на пять городов, изображенных на стене. Многие короли поклонялись городам, но никто не осмеливался входить в них. Короли, которые приближались к городам, умирали, а затем исчезали. Ворота пяти загадочных городов оставались закрытыми. Как будто они были закрыты с древних времен. Глава 1983. Под небом. Хан Сень почувствовал, что нефритовая дымка стала очень чистой. Это позволило его нефритовой коже быстро подняться в уровне. Но время извержения нефритовой дымки было слишком коротким, когда она исчезла. Юноша с сожалением вздохнул. Как тебя зовут? Хан Сень открыл глаза и увидел парня, смотрящего на него. Его голос звучал холодно. Хан Сень. А тебя? Тебе что-нибудь нужно? Спросил Хан Сень. Ты принимаешь участие в экзамене в этом году? Парень не ответил на вопрос, а просто задал свой. Хан Сень подумал, что этот человек был довольно странным, поэтому ответил. Я не знаю. Может быть, а может и нет. М. Парень посмотрел на Хан Сеня, затем встал и направился вниз. Он сумасшедший. Хан Сень пожал плечами и тоже спустился вниз. Когда он дошел до шестого этажа, странный молодой парень исчез. Однако он увидел Юй Цзина, который оглядывался. Как только он увидел Хан Сеня, то сразу подошел к нему. Хан Сень, ты свободен? Мы можем поговорить? Спросил Юй Цзин. Не очень, у меня есть дела. Приходи ко мне сегодня вечером, сказал Хан Сень, вспомнив, что он должен был встретиться с Юнь Цуэ. Хорошо, согласился Юй Цзин и спустился вниз с Хан Синим. Когда они достигли четвертого этажа, Юнь Цуэ ждала там Хан Сеня. Она улыбнулась ему. Брат Хан, ты встречаешься с девушкой? Похоже, мне пора. Юй Цзин увидел Юнь Цуэ, улыбнулся в ответ и попрощался. Почему ты с ним? Нахмурившись, спросила Юнь Цуэ. А что? Это проблема? В замешательстве спросил Хан Сень. Казалось, что с этим Юй Цзином не все так просто. Этот парень жадный. Он всегда обманывает. У него не очень хорошая репутация в Небесном Дворце. Я рекомендую держаться от него подальше. Юнь Цуэ рассказала Хан Сенью несколько историй о его поступках. Затем девушка привела Хан Сеня на свой остров. Ее остров был намного больше его. У Юнь Цуэ была беседка и даже сад с фонтаном. На самом деле, это было довольно приятное место. Помогите мне изучить этот навык. Какая его часть неверна? Мне все время кажется, что с ним что-то не так. Юнь Цуэ привела Хан Сеня в беседку в саду. Она пригласила его присесть и выпить чаю. Хан Сень ответил. Покажи мне свое искусство, и я посмотрю, смогу ли я определить проблему. Юнь Цуэ кивнула. Девушка вышла на поляну, достала нож и начала свое выступление. Глядя на нее, Хан Сень нахмурился. Юнь Цуэ не практиковала это слишком долго, так что у нее совсем не было опыта. Если и была проблема, то только из-за отсутствия практики. Ее нельзя было даже считать новичком в этом мастерстве. Хан Сень понял, что раньше она не пользовалась ножом, так что у Юнь Цуэ не было особых навыков владения ножом. Только теперь юноша понял, что Юнь Цуэ начала это практиковать, чтобы ей было о чем с ним поговорить. Это было предлогом. Однако Юнь Цуэ не просто выбрал случайный навык, чтобы обмануть Хан Сеня. Если бы она сделала так, это было бы слишком очевидно. Выбранный ею навык назывался под небом. Он был создан фехтовальщиком Небесного Дворца. Он хотел создать навык ножа для Небесного Дворца, но в итоге он столкнулся с восемью проблемами, которые не смог решить. Вот почему фехтовальщик назвал его под небом. Этот навык не был на том уровне, которого ожидали. Многие хотели доработать под небом. Семь незначительных проблем были исправлены за годы рядом гениальных студентов, но оставалась одна проблема, которую никто не мог решить. Из-за этого они не смогли превратить его в навык Небесного Дворца. Юнь Суи выбрала этот навык в надежде, что Хан Сень сможет определить проблему, которую до сих пор никто не смог исправить. В таком случае, девушка смогла бы спокойно с ним общаться. Но если бы ей пришлось обращаться к нему без реальной причины, чувства Юнь Суи раскрылись бы. Хан Сень смог понять, что Суи только начала практиковаться с ножом, но он все равно был очарован таким навыком ножа. Он был потрясающим сам по себе и сильно отличался от зубного ножа. Парень думал, что у этого навыка был такой же потенциал, как у зубного ножа, но когда Суи применила его, было видно, что у него есть проблема. К тому же сила была довольно посредственной. Это была всего лишь одна маленькая проблема, но она сильно отвлекала от техники. Решение битвы между двумя элитами основывалось на мельчайших деталях, поэтому малейшее преимущество могло сыграть роль между жизнью и смертью. Хан Сень, ты видишь, что с этим навыком есть проблемы. Я чувствую, что что-то не так, после того, как Юнь Суи все показала, она вернулась в беседку и посоветовалась с Хан Сенем. Поскольку под небом все еще не был идеальным, Небесный Дворец не позволял своим ученикам практиковать его. Лишь немногие избранные знали о существовании этого навыка. Она знала, что Хан Сень никогда раньше не видел этот навык, и поэтому решила его использовать. Но даже если навык будет усовершенствован, он не станет доступным для всех учеников. Большинство людей услышит только его название. Хан Сень особо не задумывался об этом. Он просто считал, что Юнь Суи еще мало практиковалась, поэтому возникла проблема. Юноша не думал, что проблема в самом навыке ножа. Эта техника очень сложная, поэтому я ее пока не полностью понял. Не могла бы ты еще повторить? Хан Сень не просил показать свиток. Навык был равным зубному ножу, поэтому маловероятно, что у многих учеников было то, что требовалось для практики с ним. Он был посторонним, поэтому попросить прочесть настоящие записи гена искусства было очень грубо. Юнь Суи с радостью согласилась снова показать под небом. Проблема, конечно, есть, но я ее не очень понимаю. Я подумаю над ней, когда вернусь. Хан Сень не обращал внимания на использование ножей, поэтому он не был мастером ножей. Он не мог обещать, что исправит проблему. Но у каждого навыка были некоторые общие аспекты, и Хан Сень обладал огромными знаниями и опытом. Итак, он планировал попытаться решить эту проблему. Решение проблемы было бы полезным для его собственной практики владения ножом, независимо от того, преуспеет он или нет. В конце концов, в это время Хан Сень использовал ножи чаще, чем любое другое оружие. И у него был нож-призрачный зуб, который был оружием класса короля. Он хотел изучить больше навыков ножа. Хорошо. Юнь Суи улыбнулась Хан Сенью. Она планировала использовать этот предлог, чтобы снова поговорить с парнем. Девушка хотела стать ему ближе. Когда Юнь Суи вернулась домой после того, как отправила Хан Сеня на его остров, Юнь Сушан появилась в ее саду. Суи, что ты наделала? Ничего. У меня была проблема с навыком, поэтому я попросила Хан Сеня о помощи. После я отвезла его домой. Юнь Суи вела себя так, словно ей было все равно. Юнь Сушан посмотрела на сестру и сказала. Проблема с поднебом не может быть решена простым наблюдением. Если он сможет это сделать, тогда старейшины зря потратили свои жизни на свои попытки. Юнь Суи покраснела и сказала. Сестра, почему ты следишь за нашими разговорами? Суи, не забывай, кто ты. Ты должна знать, что ты можешь делать, а что нет. Есть правило. Хан Сень не из небесной расы. Желание чего-то невозможного только навредит. Юнь Сушан вздохнула. Глава 1984. Недоразумение. После того, как Хан Сень вернулся на остров, он увидел своего безногого журавля, отдыхающего под деревом. Он положил немного мяса в его миску, затем пошел в дом, чтобы практиковать поднебом. Поднебом был очень деликатным. В этом навыке не было особого чутья, и он не был овластным, как зубной нож. Но когда вы использовали этот навык, это было похоже на рябь на ленте, которую нельзя разрезать. Навыки ножа выглядели случайными, но все они были связаны. С его помощью можно было поймать врага в ловушку, чтобы он не заметил. С его помощью Хан Сень мог бы даже контролировать врага, будто он был марионеткой. Поднебом не слишком отличался от небесного Го или Сутры Дун Сюань. Конечно, он все равно был уникальным. Небесный Го был сосредоточен на формировании. Сутра Дун Сюань была превосходной, когда дело касалось предсказаний. Поднебом был сосредоточен на прямом управлении. Поднебом делал вас королем среди муравьев, что позволяло пользователю управлять полем битвы. Кто бы не создал этот навык, но давая ему название, человек явно думал о чем-то подобном. Но с ним была проблема, которая значительно снижала его эффективность. Чтобы правильно контролировать врага, навык должен был рассматривать их как ничто. Вот тут и начиналась проблема. Когда Хан Сень наблюдал, как Юнь Суэ использует его, он мог сказать, откуда возник этот навык. Он должен был происходить из Небесного Дворца. Предположение парня оказалось правильным. Небесный Дворец обладал способностями внешнего неба, и этот навык пришел из книги без текста. Человек, создавший поднебом, практиковал то, что было в книге. Он использовал ее как основу, и с его знаниями и талантом он сформулировал остальную часть навыка ножа. Однако понимание книги без текста не было обязательным для практики поднебом. Но если так, то какой в этом смысл? В конце концов, очень немногие могли практиковаться с книгой без текста. Из-за этого умению не хватало силы книги без текста как основы, а сила контроля была довольно слабой. Этот навык явно не был одним из лучших. Это создало двустороннюю проблему. Люди, которые не могли практиковать книгу без текста, также не могли изучить этот навык ножа в полной мере, но людям, которые могли практиковать книгу без текста, не нужно было изучать этот навык. От поднебом отказались, потому что никто не нашел способа решить эту проблему. Модификации гениев оказалось недостаточно. Хансин не очень хорошо владел мастерством ножа, но так уж вышло, что он был хорошо знаком с проблемой поднебом. Парень позволил силам внешнего неба войти в его тело на дороге в небо. Силы, которые он почувствовал, очень впечатлили его. Вдобавок к этому он владел сутрой Дунсуяне Небесным Го. Таким образом, решить проблему для него не составит большого труда. Но Хансин только видел действия при использовании этого навыка. У него не было свитка, поэтому он не мог изучить его должным образом и применить свое решение к делу. Подумав, Хансин решил связаться с Юньсуе. Он спросил, разрешено ли посторонним изучать поднебом, и она ответила, нет. Это было некорректное владение ножом, но оно было связано с книгой без текста. Поэтому не каждый мог прийти и изучить его. Юньсуе было разрешено выучить его, потому что этот навык был изначально создан семьей Юнь. Она могла изучать его сама, но не могла передавать другим. Хансин был разочарован. Молодой человек согласился помочь ей, потому что думал, что это умение подойдет ему. Юноше самому хотелось его изучить. Парень был разочарован тем, что не может выучить этот навык. В итоге, он извинился перед Юньсуе и сказал, что не может исправить ошибку, просто наблюдая. Вечером Юйцзин пришел на встречу с Хансинем. Брат Юй, рассказывай. Хансин многое узнал о Юйцзин от Юньсуе. Однако он не питал никаких предубеждений по отношению к этому парню, поэтому относился к нему как к нормальному человеку. Юйцзин проверил, действительно ли они были одни, и сказал. Брат Хан, если тебя не волнуют награды за экзамен, как насчет того, чтобы помочь мне? С твоей силой ты наверняка сможешь занять первое место. Если ты сможешь помочь мне, я могу предоставить тебе награду, которая стоит даже больше. Ты хочешь, чтобы я обманул на экзамене? Хансин понял, к чему он клонит. Ха-ха. Я говорю только о том, чтобы помочь друг другу получить то, что мы оба хотим. Юйцзин рассмеялся. Хансин внезапно о чем-то подумал и сказал Юйцзину. Боюсь, я не могу тебе помочь. Я тоже буду принимать участие в экзамене. Ничего. Но если ты передумаешь, ты всегда можешь связаться со мной. Юйцзин был явно разочарован, но ничего не сказал об этом. После того, как он ушел, Хансин позвонил Юньсуэ и спросил. Суэ, этот навык под небом из святого дома? Да, там есть копия. А что? Что ты хочешь? Удивленно спросила Юньсуэ. Если я получу первое место на экзамене, я могу попросить под небом в качестве награды? Верно? Спросил Хансинь. Да, можешь. Ответив, девушка о чем-то подумала и покраснела. Понятно. Тогда ладно. Хансинь повесил трубку. Юньсуэ подтвердила его предположение, поэтому он собирался присоединиться к экзамену и посмотреть, сможет ли он занять первое место. Если сможет, то он выберет под небом. Юньсуэ продолжала держать трубку, глубоко задумавшись. Ее щеки были красными. Она улыбнулась и подумала, он идет на экзамен из-за меня, ради того, чтобы получить под небом. До экзамена оставалось еще две недели. Белый нефритовый дзин снова открылся на следующей неделе, и у Хансиня были планы убить еще нескольких ксеногенных графов, чтобы повысить количество своих гена-очков. Юноша хотел разобраться с мутантными генами. Хансинь не планировал на этот раз идти в пещеру Сюань-Юань, так как это место было слишком опасным. Вокруг было много нефритовых духов Сюань, и их было сложно убить. Парень достал карту небесного дворца и стал искать места, где можно было поохотиться на ксеногенных существ. После долгих раздумий он решил отправиться на старый ночной остров. В этом месте ксеногенные существа были быстрыми, и большинство из них могло летать. Графы не любили туда ходить, так как обитателей этого острова было трудно убить. Однако Хансинь не боялся. Что бы ни случилось, его ботинки зубастого кролика и крылья дракона могли дать ему необходимую скорость. К тому же, поймать графа ему было несложно. После того, как Юэцзин узнал о том, что Хансинь собирается принимать участие в экзамене, у него появилась новая мысль. В этом году на экзамене не так много особенных людей. Благодаря силе Хансиня он легко может попасть в пятерку лучших. Я могу воспользоваться этим. У него слабая репутация, поэтому люди не знают его истинной силы. Я могу заработать на этом деньги. Юэцзин придумал длинную схему. Глава 1985. Ксеногенное геноискусство. Старый ночной остров был очень большим. На нем были горы, леса и даже океаны. Прибыв туда Хансинь погнался за летающей птицей. Он догнал ее и отрубил ей голову. Парень вырезал ксеногенный материал из тела и развел огонь. Приготовив, он начал есть. Безногий журавль взмахнул крыльями, обломав несколько веток. Пузырь был слабым, так что не мог сильно помочь. С этой лесной птицей я смог увидеть восемь существ за четыре дня. Здесь не получается охотиться быстрее, чем в пещере Сюаньюань. Хансинь чувствовал себя ужасно. Старый ночной остров был не так хорош, как предполагал юноша. И ксеногенные существа, которых ему удалось найти, были быстрыми. Территория была настолько большой, что нужно было много времени, чтобы найти хотя бы одного графа. Хансинь быстро понял, что его план полностью провалился. Юноша отдал тело птице безногому журавлю, а сам приготовил ксеногенный материал. На этот раз это была печень. У нее был прекрасный вкус и приятный аромат. После употребления в пищу всей печени количество генов графа Хансиня достигло 25. Парень достал мутантный ген королевы муравьев. Он привык слышать объявления о том, что у него еще недостаточно генов. Но на этот раз Хансинь не услышал этого объявления. Достаточно ли у меня сейчас генов графа? Хансинь широко улыбнулся. Он быстро начал пытаться сварить мутантный материал королевы муравьев. Ранее у него ничего не получалось сделать с плотью мутантного существа, но сейчас оно начало закипать. Это очень обрадовало Хансина. Через некоторое время мясо королевы муравьев было приготовлено. Съев его, юноша ощутил, как по его телу распространилась сила. После того, как Хансинь съел все мясо, он не услышал объявления об увеличении количества гена очков. Посмотрев на свою статистику, он увидел, что у него по-прежнему было 25 генов графа. То, что он съел плоть королевы муравьев, похоже, ничего ему не принесло. Однако сила от этого мяса находилась внутри тела парня. Она текла по сосудам Хансиня. Сила продолжала циркулировать по его телу, пока в конце концов не ослабла и не исчезла. После этого, в голове Хансиня прозвучало шокирующее объявление. Мутантные гены на самом деле не увеличивают гены? Вместо этого они дают геноискусство? Подумал Хансинь. А затем он сосредоточился на том, где именно циркулировала сила в его теле. Вскоре он обнаружил на своем теле золотой символ. Парень видел этот золотой символ на теле королевы муравьев. Когда он засветился, сила существа увеличилась. Хансинь решил проверить. Действительно, метка королевы муравьев оказалась очень эффективной. С ее помощью, графы становились такими же сильными, как маркизы. Это означало, что ксеногенное геноискусство королевы муравьев не нужно было практиковать. И, несмотря на это, Хансинь мог быть таким же сильным, каким было существо. Юноша был очень счастлив. Если он найдет еще какие-нибудь мутантные материалы, он сможет получить геноискусство от мутантных ксеногенных существ, которых он победил в битве. Ему даже не придется практиковать их, чтобы достичь высоких уровней. Самой сильной стороной этого нового варианта было то, что геноискусство происходило от существ другого вида. Обычные люди не могли изучить ксеногенные геноискусства. Вот что в них было особенного. Хотя Хансинь мог имитировать силу с помощью своей сутры Дунсюань, он мог воспроизвести только часть способностей. Это происходило потому, что их тела были разными, поэтому полностью точное моделирование было невозможно. Это было прямо как потребление. Если бы Хансинь не превратился в муравья, он бы не смог изучить эту способность. А Хансиню все еще нужно было практиковать потребление. Теперь ему нужен был только мутантный материал, чтобы изучить геноискусство ксеногенного существа. И поскольку ему не нужно было практиковаться с этим, это было намного лучше. Если я смогу убить существо мутанта класс короля или класса бога, значит ли это, что я могу сразу увеличить свои способности? Хансинь подумал, что он может стать невероятно могущественным. Но ксеногенный материал существа мутанта дракона Сюань Юань принадлежали к классу маркиза. Ему нужно было накопить гены маркизы, прежде чем он сможет что-то с ним сделать. В настоящее время он не мог этим воспользоваться. До открытия белого нефритового цзин оставалось еще немало времени. Хансинь планировал продолжать убивать ксеногенных существ, чтобы собирать больше генов графа. Если он встретит ксеногенного существа мутанта, он может изучить другое ксеногенное геноискусство. Юэцзин, ты действительно не пожалеешь об этом? Группа людей небесной расы окружила его, и они выглядели удивленными. Нет, уверенно ответил Юэцзин. Хорошо, если ты хочешь отдать нам свои деньги, мы не против. Согласно нашей сделке, заключенной только что. Если Хансинь может выиграть 10 раундов подряд на экзамене, мы проиграем. Если он проиграет хотя бы один раз, мы получим все твои деньги. Парень рассмеялся. Многие студенты небесного дворца заключили такую сделку с Юэцзином. Один из них засмеялся и сказал. Юэцзин, ты сам этого захотел. Если все проиграешь, не вини нас. Хансиня пришлось донести до небесного дворца. Если он сможет выиграть 10 раз, это значит, что все наши братья графы – ничтожество. Кто-то похлопал Юэцзина по плечу и улыбнулся. Спасибо. Если у тебя будут еще какие-то выгодные сделки, тебе следует разыскать меня. Юэцзин холодно рассмеялся в душе. Всего 10 раундов. Если Хансиню повезет, и он не встретит сильного противника в самом начале, то он легко сможет попасть в пятерку лучших, особенно учитывая его силу. А попасть в первую сотню для него – это ничто. Но Юэцзин все еще нервничал в своем сердце. Это была очень большая ставка. Хотя это был высокий риск, но была и высокая награда. Если он выиграет, то он, в конечном итоге, получит в 10 раз больше его общего состояния. Но если он проиграет, то обанкротится. Юэцзин знал, что Хансин силен, но все равно нервничал. Когда матчи на экзаменах были согласованы, он взглянул на расписание Хансиня, чтобы узнать, с кем ему предстоит сражаться. Когда он взглянул на расписание, Юэцзин замер. Его лицо побледнело, и парень почти потерял сознание. Подошли группа представителей небесной расы, которые заключили с ним сделки. Они выглядели довольно дерзко. Лидер улыбнулся, тронул его за плечо и сказал. Юэцзин, тебе не повезло. Этот монстр-бамбук принимает участие в экзамене. И он шестой соперник Хансиня. Тебе очень не повезло. Я не думаю, что даже бог сможет тебя спасти. Собирай вещи, скоро мы заберем все, что у тебя есть. Группа людей улыбнулась, прежде чем уйти. Юэцзин продолжал стоять на месте, ему захотелось умереть. Глава 1986. Почему одинокий бамбук решил принять участие в экзамене? Ему же это не нужно. Юэцзин не понимал, как ему могло так не повезти. Он считал, что если бы это был какой-нибудь другой ученик класса графа, то у Хансиня был бы высокий шанс на победу. Но увидев имя одинокого бамбука, Юэцзин почувствовал бессилие и безнадежность. Одинокий бамбук был учеником седьмого старейшины, но он нарушил правила. Он был лишен звания ученика и заключен в тюрьму. Там его пытали. Его заключение не завершилось смертным приговором, но учитывая все, что там с ним происходило, это было не лучше. Одинокому бамбуку снился печальный сон. Этот сон должен был повторять его печальную жизнь десять тысяч лет. По прошествии этого времени ему разрешат проснуться. Обычные существа не могли прожить так долго. Но даже если бы они это сделали, повторение одного и того же душераздирающего сна в течение десяти тысяч лет было бы слишком ужасным. Повторение должно было свести их с ума. Одинокий бамбук проспал в тюрьме десять лет, прежде чем проснуться. Проснувшись, он подошел к небесному дворцу и преклонил перед ним колени. Затем двери открылись. Лидер не принимал учеников тысячу лет, но он решил принять одинокого бамбука. Затем началась его мошенническая жизнь. Он практиковался с книгой без текста, и он смог побывать в пяти городах и двенадцати зданиях. Никто не был лучше него. Даже журавль тысячи перьев, получивший благословение святой тыквы, все равно проиграл ему. И он проиграл даже после того, как использовал свои лучшие навыки владения мечом. После этого никто не боролся против одинокого бамбука. Маркиза и герцоги тоже не могли его недооценивать. Никто не мог представить, как ему удалось проснуться всего через десять лет. Но даже в этом случае трудно было представить, через что он мог пройти. Лидер небесного дворца сказал, что одинокий бамбук может достичь класса бога. Он не выразил никаких сомнений и действительно верил в парня. Если бы слово сильно использовалось для описания ученика небесного дворца, люди не думали бы о старейших. Вместо этого они подумали бы об одиноком бамбуке. Одинокий бамбук еще не был маркизом, но в экзаменах не принимал участие. Даже ученики класса маркиза не могли его заинтересовать. Он не был заинтересован в борьбе с ними. Юй Цзин выглядел потрясенным и озлобленным. Ему не повезло. Он думал, что сможет разбогатеть, но теперь просто обанкротится. Студенты не видели, как одинокий бамбук сражается последние несколько лет, поэтому никто не ожидал, что он внезапно присоединится к экзамену. Хансень оставался на старом ночном острове шесть дней. Он убил 11 ксеногенных существ класса графа. Но белый нефритовый Цзин скоро должен был активироваться, поэтому юноша покинул остров и отправился туда. Когда он прибыл на остров, Хансень внимательно осмотрел здание из белого нефрита. После этого он оказался потрясен. Парень думал, что сможет увидеть только одно здание из белого нефрита, но теперь на острове было 12 таких построек. В конце зданий, между облаками, были города. Он не мог видеть, кто в них обитал, но определенно мог видеть пять городов. Хансень был не таким бестолковым, как когда он впервые там оказался. Теперь он многое понял о белом нефритовом Цзине. Обычные ученики Небесного дворца могли видеть семь белых нефритовых зданий, если они хоть немного разбирались во всем этом. Если бы они увидели 10, их сочли бы гениями. Если бы они увидели 12, они были бы самыми умными из всего поколения. Но только раз в 10 тысяч лет появлялся кто-то, кто мог увидеть все здания. Небесный дворец просуществовал миллиард лет, и менее 100 человек видели все пять городов. Это действительно было очень сложно. Однако Хансень ничего не почувствовал. Он не знал, как смог увидеть 12 зданий и пять городов. Он был совершенно сбит с толку. Но когда парень тренировался на седьмом этаже белого нефритового здания, он кое-что понял, когда нефритовая дымка стала чистой. Хотя юноша мог видеть 12 зданий, он все равно планировал пойти в первое здание, чтобы поглотить нефритовую дымку. Он считал, что это место идеально подходит для графа. Парень хотел развить нефритовую кожу до класса граф, прежде чем исследовать здание за его пределами. Когда Хансень достиг четвертого этажа, к нему подошла Юнь Суэ, чтобы поговорить. Она выглядела встревоженной. Хансень. Моя сестра и дядя Журавль ждут тебя на седьмом этаже. Они просили, чтобы я передала тебе, что ты должен к ним подняться. Даже если ты не планируешь тренироваться на седьмом этаже, просто сходи к ним. Зачем? В замешательстве спросил Хансень. Скоро появится нефритовая дымка, так что иди на седьмой этаж. Когда она закончится, брат Журавль расскажет тебе подробности, сказала Юнь Суэ. Ладно, Хансень кивнул и поднялся прямо на седьмой этаж. Когда парень исчез из виду, Юнь Суэ вздохнула и подумала про себя. Бог несправедлив. Почему ему нужно сражаться с одиноким бамбуком? Какой смысл ему вообще идти на экзамен? Но затем девушка подумала. Но, может, все будет в порядке. Даже если он не сможет занять первое место и заполучить под небом, я все равно не стану хуже думать о нем. Хансень достиг седьмого этажа, и там он увидел журавля тысячи перьев. Юнь Суэ на первый день. Однако высокомерного молодого человека в этот день не было. Увидев там Хансеня, Журавль махнул ему и спросил. Ты собираешься на экзамен? Хансень кивнул и ответил. Я записался. Я планирую участвовать. Журавль тысячи перьев криво улыбнулся и сказал. Боюсь, тебе предстоит тяжелая битва. Почему присоединился кто-то сильный? Спросил Хансень с улыбкой. Журавль тысячи перьев сказал ему, что одинокий бамбук принимает участие, а затем рассказал его историю. Он также рассказал Хансенью о том, как его избил одинокий бамбук. Он ничего не стал скрывать. Но то, как парень это рассказывал, отличалось от того, как можно было говорить о каком-либо ученике. Журавль тысячи перьев говорил об одиноком бамбуке так, будто о его силе уже ходили легенды. Возможно, ты не поверишь всему этому, но когда я дрался с одиноким бамбуком, мне казалось, что я проиграю, просто стоя перед ним. Когда я какое-то время дрался с ним, мне показалось, что он чему-то меня учил. После этого боя мои навыки владения мечом действительно улучшились. И я смог добиться того, что у меня есть сейчас, сказал Журавль тысячи перьев. Глава одна тысяча девятьсот восемьдесят семь. Красный коралл. Журавль тысячи перьев хотел еще что-то сказать, то начала появляться нефритовая дымка. Поэтому они сразу сосредоточились на ее поглощении, и стало необычайно сильной вокруг Хансеня. Но вскоре, нефритовая дымка снова стала обычной, но парень смог еще лучше все понять. Когда закончился первый этап нефритовой дымки, Юньсой поднялась на седьмой этаж. Там все обсуждали экзамены неожиданное появление одинокого бамбука. В шестом бою ты встретишься с одиноким бамбуком. Это будет тяжелый бой. Я волнуюсь за тебя, но признаю, что с нетерпением жду возможности посмотреть на этот бой. Если ты решишься сражаться, я обязательно буду смотреть. Журавль тысячи перьев улыбнулся. Я согласен с тем, что говорит брат журавль, сказал первый день, сцепив руки вместе. Хансень с любопытством спросил, что сделал одинокий бамбук, что его заставили терпеть пытки. Хансень знал, что такие пытки хуже, чем быть просто убитым. Это было чудом, что одинокий бамбук смог проснуться через 10 лет. Такого никогда раньше не случалось в Небесном дворце. Кошмар подпитывался силой ксеногенного существа класса бога. Обычные люди не могли выстоять перед этим, особенно после того, как какое-то время переживали кошмары. Старейшины об этом не говорят. Они избегают этой темы. Мы не можем точно сказать, что произошло. Мы знаем только то, что он нарушил правила, ответила Юнь Сушен. Поговорив некоторое время, Хансень услышал только о том, что его соперник был слишком сильным. Похоже, ему действительно не очень повезло. В итоге, Хансень перестала это интересовать. Он не считал себя непобедимым, слабым или сильным. Парню просто нужно было сразиться с этим соперником. Не было смысла больше тратить время на размышления об этом. Когда подходил второй этап нефритовой дымки, Юнь Суэ вернулась на четвертый этаж. Хансень, оставшись на седьмом этаже, продолжил поглощать нефритовую дымку. Он думал, что его нефритовая кожа будет развиваться быстро. По его предположению, после еще десяти этапов нефритовой дымки, он сможет достичь класса графа. Было жаль, что нефритовая дымка появлялась так редко, но юноша никак не мог повлиять на этот процесс. Подсчитав время, он понял, что это займет 2-3 месяца. Такой быстрый переход от виконта к графу был бы чудом для большинства людей. Покинув белый нефритовый дзин, Хансень решил вернуться на старый ночной остров, чтобы возобновить охоту. Сейчас его больше ничего не заботило. Получение большего количества генов и повышение уровня было лучше, чем все, что он мог сделать. Однако до экзамена оставалось всего неделя. Времени было не так много, и Хансень хотел как можно больше собрать очков графа перед экзаменом. Когда Хансень собирался улететь на безногом журавле, как Юньсуи подбежала к нему. Хансень, ты собираешься вернуться на маленький нефритовый остров? Я собираюсь на старый ночной остров, чтобы поохотиться на ксеногенных существ, ответил Хансень. Можешь взять и меня? Мне кажется, что там не так опасно, как в пещере Сюань-Юань, и я уверена, что смогу себя защитить. Мне не нужна никакая добыча, я просто хочу тебя сопровождать, сказала Юньсуи. Хансень согласился. Старый ночной остров не был слишком опасным, и, если она не собиралась брать добычу, присутствие девушки не должно было стать помехой. Услышав, что юноша не против, Юньсуи обрадовалась. Она улыбнулась и сказала. На старом ночном острове нельзя использовать маунтов класса граф, поэтому я не могу отправиться на своем нефритовом крылатом тигре. Могу я использовать твоего журавля? Он сильный. Конечно, на него могут сесть два человека. Он просто немного медлителен. Хансень улыбнулся. Это не проблема. Юньсуи моргнула. Когда безногий журавль взлетел, Хансень запрыгнул ему на спину. Юньсуи последовала за ним. Безногий журавль имел ограниченное пространство на спине. Они сели вместе, коснувшись плечами. Это заставило девушку покраснеть. Один журавль и два человека исчезли в облаках. Как только они достигли острова, безногий журавль пролетел несколько сотен миль вглубь суши. И, несмотря на такое расстояние, они не смогли обнаружить ксеногенного существа класса графа. В такие моменты, Хансень тосковал по маленькому дяде. Если бы тот был с ним, им бы не пришлось отправляться на поиски ксеногенных существ, так как существа сами нашли бы их. Пока они искали ксеногенных существ, что-то засияло на вершине горы. Хансень быстро отправился туда с Юньсуи. Гора была похожа на меч, поднятая на 800 метров в небо. На ней росли красные кораллы. Свет, который они видели, был сверканием этих растений. Когда Юньсуи увидела растение, она выглядела шокированной. Она сказала, это ксеногенное растение класса граф. Оно называется кровавый коралл. Ксеногенные существа любят его есть, так как это помогает их эволюции. Их едят, когда они вырастают до размеров ладони. Этот на вершине трехметровый, но его еще не съели ксеногенные существа. Это странно. Хансень посмотрел на красный коралл и сказал, ага. Вот почему его не съели. Им владеет сильное ксеногенное существо, и поэтому все остальные не осмеливаются приблизиться. Я не вижу вокруг ксеногенных существ. Юньсуи огляделась, чтобы убедиться, но все равно ничего не увидела. Вокруг было тихо, не было даже слабых существ. Хансень указал на коралл и сказал, посмотрите на кровавый коралл. Оно там. Юньсуи проследила за пальцем Хансеня. Она посмотрела и увидела палку. Однако на самом деле это была не палка. Это был красный жук, слившийся с красным кораллом. Он был похож на богомола и жевал красный коралл. Это бог кровавый богомол класса граф. Его длина составляет один фут, поэтому он невелик. Но он очень силен для своего класса. Пока девушка говорила, ее лицо изменилось. Я знаю. Этот богомол охраняет этот красный коралл, потому что он хочет использовать его силу для развития. Он не хочет быть маркизом. Он хочет стать мутантом. Убей его, пока он не съел красный коралл. Хансень был очень рад это услышать, поэтому он улыбнулся и сказал, если он хочет развиваться, пусть сделает это. Юньсуи хотела что-то сказать, но улыбка Хансеня ее быстро успокоила. Девушка чувствовала себя в безопасности. В итоге, Юньсуи не смогла заставить себя что-либо сказать. Если Хансень сказал, что все в порядке, то она не могла не поверить ему. Бог кровавый богомол медленно ел красный коралл. Они ждали один час, и за все это время богомол съел лишь небольшую часть растения. Но его тело застыло, как полированный рубин. Хансень, ты кристаллизатор. Но ты еще и ученик королевы ножа. Ты хочешь жениться на кристаллизаторе или на ребете? Шутливо спросила Юньсуи. У меня есть жена. Она той же расы, что и я. Вяло ответил Хансень. Глядя на богомола. Лицо Юньсуи стало мрачным. Она выглядела крайне разочарованной. Почему ты не привел с собой жену? Мои дети еще маленькие. Ей нужно о них заботиться, поэтому она осталась дома, ответил Хансень. У тебя есть дети? Глаза Юньсуи широко распахнулись. Да. У меня два родных ребенка и одна удочеренная, ответил Хансень. Сердце Юньсуи было разбито, днвушки стало трудно дышать. Она посмотрела на Хансеня и вздохнула. Юньсуи долго не произносила ни слова. Глава 1988. Бог кровавый богомол. Тело бога кровавого богомола было в 10 раз меньше растения, которые он жевал. Он ел медленно, но когда съел немного коралла, брюхо богомол не вздулось. Однако его тело странно засветилось. Прежде чем он закончил есть красный коралл, изменился еще один аспект его тела. На нем появилась тень красного жнеца. Его руки держали косу, как инструмент для сбора душ. Туманная тень становилась все четче, и казалось, что она собирается стать материальной. Он развивается. Станет он маркизом или мутантом? Спросил Хансень, глядя на бога кровавого богомола. Духи – это просто вещества, состоящие из света, дыма и воздуха. Они не слишком твердые. Когда они станут маркизами, они не станут более твердыми, чем были изначально. Они могут получить только силу. Посмотри на бога кровавого богомола, он не становится маркизом. Он мутирует, сказала Юньсуи. Хорошо быть мутантом. Я люблю мутантов. Хансень улыбнулся. Красная дымка существа становилась все тяжелее. В этот момент, красного жнеца стало очень хорошо видно, и его было трудно отличить от настоящего существа. В следующую секунду Хансень увидел, как красный жнец взмахнул косой в сторону красного коралла. Он сломал остатки красного коралла, и затем красный дым на его теле превратился в вихрь, в который втянулись все разрезанные кусочки. Когда красный коралл оказался в вихре, дым красного жнеца стал гуще. Особенно это касалось косы в его руках. Его дымовая форма начала затвердевать и вскоре превратилась в хрустальный клинок. Тело бога кровавого богомола сияло, красный жнец светился. Хансень смотрел на тело бога кровавого богомола, сосредотачиваясь на кровавом воздухе, закручивающемся внутри. Он вот-вот завершит мутацию. Сейчас лучший шанс, сказала Юнь Суэ. Не стоит спешить, давай еще посмотрим. Хансень хотел увидеть, каким может быть геноискусство бога кровавого богомола. Он хотел увидеть, насколько тот силен. Через два часа существо завершило процесс мутации. Красный жнец превратился в дым, затем снова погрузился в тело. Он исчез из поля зрения. Тело бога кровавого богомола не увеличилось в размерах от поглощения коралла. Его длина все еще составляла один фут, а тело все еще выглядело как рубин. Затем он внезапно хлопнул крыльями и завизжал. Он направился к Хансенью. Возможно, некоторое время назад он заметил Хансеня и Юнь Суэ. Но тогда он не стал нападать, так как находился в процессе эволюции. Однако, когда он ее завершил, то, судя по всему, решил, что теперь сможет их убить. Заклинательница, тихо сказал Хансень. Затем перед ним появилась заклинательница в своей женственной форме. Бам, бам. Две пули попали в существо, но не пробили его оболочку. Они оставили только две отметки заклинания. Бог кровавый богомол взвизгнул от гнева. Его тело превратилось в красную тень, и он прыгнул на заклинательницу. Лапы богомола раскачивались, как косы, и они собирались разрезать ее. Заклинательница быстро двинулась, уклоняясь от атаки бога кровавого богомола. Она сложила руки вместе и призвала ракетную установку. Затем она выстрелила в существо. Хансень нахмурился. Он не знал, почему заклинательница сейчас использовала ракетную установку. Да, гранатомет был мощнее пистолетов, но слишком медленным. Со скоростью бога кровавого богомола он мог легко увернуться. И действительно, существо взмахнуло крыльями, чтобы увернуться и полететь вверх. Он ушел от ракеты и продолжил приближаться к заклинательнице. Она отступила, все еще сжимая гранатомет. Бог кровавый богомол продолжал наступать, но пролетевшая ракета внезапно развернулась, как ракета с тепловым наведением. Она попала богомолу в спину. Бум. Произошел взрыв, и тело бога кровавого богомола было отправлено в полет. Его панцирь был покрыт множеством мелких ран. Ракета смогла повредить его оболочку. Но для богомола эти раны ничего не значили. Они только разозлили его. Он взвизгнул, а затем прыгнул на заклинательницу. Черт возьми. Снаряд, оставляющий след, может отслеживать движение врага. Из-за этого, ракета смогла изменить курс. Интересно, имею ли пули аналогичную функцию, подумал Хан Синь. Вскоре на его вопрос был дан ответ. Заклинательница снова превратила гранатомет в пару пистолетов. В этот момент, скрестив ноги, она уклонилась от атаки бога кровавого богомола. Как будто исполняла красивый и элегантный танец. Но во время этого элегантного танца непрерывно стреляли пистолеты. Не было похоже, что она целилась в бога кровавого богомола, но пули рисовали кривую в небе. А потом все они приземлились на богомола. Ни одна пуля не промазала. Значит, пистолетные пули тоже могут отслеживать. А Хан Синь был счастлив. Юнь Су и странно посмотрела на происходящее. Заклинательница была всего лишь генооружием, но она была способна сражаться с графом-мутантом без каких-либо указаний от своего хозяина. Обычной генооружии на такое не было способно. Фактически, большинство генооружия графов вообще не могло сражаться. У них не было собственной воли. У них не было такого интеллекта, как у заклинательницы. Пистолеты были слабоваты. Хотя они попали по телу бога кровавого богомола, но не смогли сильно повредить его. Существо попыталось атаковать заклинательницу, но безуспешно. После того, как женщина смогла от него отдалиться, она призвала снайперскую винтовку. Но прежде чем заклинательница успела выстрелить из снайперской винтовки, за ее спиной внезапно появился странный красный дым. Хрустальная коса спускалась к ее шее. Хансин использовал свой разум, чтобы заставить заклинательницу быстро увернуться, но было уже слишком поздно. Хрустальная коса рассекла ее спину. Ее белая броня была разрезана, и она прорезала мышцы спины достаточно глубоко, чтобы обнажить кость. К счастью, заклинательница не была живым существом. Ей нечего было терять. После того, как женщина подверглась нападению, она двинулась вперед. Бог кровавый богомол завизжал и тоже прыгнул вперед. Красный Жнец снова приблизился к ней сзади, и они с двух сторон ее атаковали. Теперь, когда бог кровавый богомол мутировал, он может создавать дух, который действует, как его товарищ. Это похоже на навык призыва, подумал Хансин. Юнь Суэ, увидев, что заклинательница в опасности, быстро спросила, что нам теперь делать, убить его. Холодно сказал Хансин. Он уже снял с пояса нож призрачный зуб. Глава 1989. Моя цель, первое место. Юнь Суэ увидела, как Хансин встал, а затем телепортировался за бога кровавого богомола. От его ножа появился пурпурный свет, и треугольная голова существа выглядела так, как будто ее отгрызь демон. Его пронзил свет ножа, и тело упало. Кровавый Жнец мгновенно рассыпался и растворился в воздухе. Убито ксеногенное существо мутант класса граф. Бог кровавый богомол. Обнаружен ксеногенный ген. Я не получил душу существа, подумал Хансин. Юнь Суэ странно посмотрел на парня. Он одним ударом убил ксеногенного существа мутанта класса графа. Это был более впечатляющий подвиг, чем мог бы совершить журавль тысячи перьев. Но увидев силу Хансиня, Юнь Суэ почувствовала себя еще хуже. Она подумала про себя. Почему его взяли? Хансин извлек мутантный ген из бога кровавого богомола. Это был кусок его панциря. От окровавленного кристаллического куска поднимались струйки дыма. Можно было сказать, что это было лицо кровавого жнеца. Недостаточно генов графа. Невозможно поглотить мутантный ген. Хансинь был шокирован, услышав это. Это был мутантный ген класса графа. Он смог поглотить ген королевы муравьев, когда количество генов было немного меньше. Теперь у него было на два гена больше, чем раньше, и все же он не мог поглотить ген бога кровавого богомола. Юноша задумался о том, какие же все-таки были требования. Хансинь спрятал мутантный ген бога кровавого богомола и отдал тело своему безногому журавлю. Взяв с собой Юньсуэ, парень продолжил охоту на ксеногенных существ на Старом Ночном Острове. Он планировал вернуться только тогда, когда снова активируется белый нефритовый тзин. После этого должен был начаться экзамен. В королевстве Будды король чистого моря поклонился Альфе горящей лампы. Альфа. Хансинь снял проклятие тела муравья. Сейчас он тренируется в небесном дворце. Горящая лампа Альфа небрежно ответил. Королева ножа, должно быть, попросила лидера небесного дворца сломать мой навык. Мы позволим ему уйти безнаказанно? Спросил ошеломленный король чистого моря. В настоящее время Будды не могут предпринять действия, которые нарушат правила небесного дворца. Если он находится в небесном дворце, нам придется подождать. Альфа. Горящая лампа выглядел так, будто знал, что все будет хорошо, поскольку не проявлял особого беспокойства. Но. Король чистого моря хотел сказать что-то еще, но его прервала Альфа горящая лампа. Первый день тренируется в небесном дворце. Как у него дела? Спросил Альфа. Скоро он станет маркизом, ответил король чистого моря. Хорошо. Первый день не так талантлив, как семь духов или безмолвное, но он может сравниться с ними по силе. Благодаря своей практике в небесном дворце и множеству талантов, объединяющие лучшие из двух рас, у него может быть больше шансов стать богом, чем у семи духов. Мы не можем позволить этой возможности ускользнуть от нас, сказал горящая лампа. Теперь, когда Хансинь находится в небесном дворце, он забеспокоился король чистого моря. Горящая лампа холодно сказал. Небесный дворец взял Хансиня. Они также взяли первый день. За безопасность первого дня беспокоиться не нужно. Не делайте ничего, пока Хансинь не покинет небесный дворец и не связывайтесь с первым днем. Подожди, пока он закончит тренироваться в небесном дворце. Вскоре после этого снова настал день, когда активировался белый нефритовый цзин. Хансинь и Юньсуэ вернулись со Старого ночного острова. За это время Хансинь сумел убить 11 ксеногенных графов. Но поскольку с ним была Юньсуэ, он не хотел есть ксеногенные материалы перед ней. Поэтому он все забрал с собой. Когда нефритовая дымка закончилась, юноша решил отправиться на свой остров. Юньсуэ, следуй за мной, крикнула Юньсушан своей сестре. Юньсуэ взглянул на Юньсушан, выглядя очень угрюмой, и сказала. «Не волнуйся, сестренка, я отправляюсь домой». Юньсушан была шокирована. Девушка заметила, что с ее сестрой что-то не так, поэтому спросила с беспокойством, что произошло. Хансинь плохо с тобой обращался. Юньсуэ покачала головой и вздохнула. Они не были настоящими сестрами, но их отношения были такими же близкими, как у кровных родственников. Они говорили обо всем, поэтому девушка рассказала Юньсушан то, что узнала о Хансине. «Понятно, но это хорошо. Ты из небесной расы, и ты дочь старейшины. Ты не можешь быть с посторонним. Прекратив все сейчас, ты только избавишь себя от страданий в будущем». Юньсушан почувствовала облегчение, когда услышала, что беспокоила Юньсуэ. Она попыталась утешить ее, сказав. «Хансинь умен, но он не единственный, кто готов помочь тебе. Среди членов нашей расы есть и другие гении, подобные ему. Я найду тебе кого-нибудь, и ты сможешь решить свою проблему». Юньсуэ не была в настроении шутить, и ей было очень грустно. Девушка заставила себя улыбнуться и отправилась домой. Поскольку на следующий день должен был начаться экзамен, и Хансинь спешил, у него не было времени медленно наслаждаться едой. После того, как он приготовил все свои продукты в одном горшке, он использовал потребление, чтобы переварить все ксеногенные материалы так быстро, как только мог. Его тело было горячим, холодным и болезненным одновременно. Парень чувствовал себя так, словно был наэлектризован, и какая-то сила текла по его телу. Это сделало молодого человека сильнее. Объявление об увеличении генов звучало в его голове снова и снова. Он смог получить 11 генов графа. В общей сложности у парня было 40 генов. Но когда Хансинь взял мутантный ген бога кровавого богомола, в объявлении все еще говорилось, что у него недостаточно генов графа. Для гена бога кровавого богомола более высокие требования, чем для гена королевы муравьев. Но сейчас у меня нет времени для охоты. Хансинь спрятал мутантный ген бога кровавого богомола. Он сел на свою нефритовую кровать и занялся практикой нефритовой кожи. Хотя процесс был не таким быстрым, как в белом нефритовом цзине, все же это было лучше, чем ничего. На следующее утро, когда Хансинь собирался отправиться к месту экзамена, к нему пришел Юэцзин. Он был на нефритовом ночном журавле. Брат Хан, я хочу кое-что с тобой обсудить, сказал Юэцзин, как только прибыл на остров. Что случилось? Хансинь посмотрел на Юэцзина. Парень понизил голос и сказал. Первый противник, с которым ты столкнешься сегодня, он надеется, что сможет пройти экзамен. Он готов заплатить высокую цену, надеясь, что ты позволишь ему продолжить. Юэцзин не сказал прямо, но имел в виду, что противник заплатит деньги Хансиню, чтобы тот проиграл бой. Извини, я не могу ему помочь, просто ответил Хансинь. Юэцзин быстро сказал. Брат Хан, ты знаешь, что твой шестой враг – одинокий бамбук, да. Сложно определить, выиграешь ты или нет. Лучше воспользоваться этим преимуществом сейчас, пока есть возможность. Когда Юэцзин сказал, что трудно определить, кто победит, на самом деле, он имел в виду, что Хансинь, скорее всего, проиграет. А если Хансинь проиграет, Юэцзин потеряет все свои деньги. Сейчас он был озабочен только тем, чтобы проиграть как можно меньше. Моя цель – занять первое место. Меня больше ничего не волнует, сказав это, Хансинь сел на безногого журавля. Он полетел прямо к острову Небесного пути, где должен был проходить экзамен. Юэцзин был потрясен. Некоторое время он стоял на месте. Через некоторое время он вышел из оцепенения. Парень с горечью заговорил сам с собой, сказав. Надеюсь, ты сможешь достичь первого места. Но как ты собираешься победить одинокого бамбука? Глава 1990. Он пришел ради нее. На острове Небесного пути экзамена ждали четыре разных класса. Бароны, виконты, графы и маркизы. Самым популярным сегодня был экзамен для графов. Сюда побыло много королей и знати, и трибуны были переполнены. Остальные три отдела выглядели тихими. Многие студенты бароны и виконты пришли сюда, чтобы просто смотреть экзамены. Они были здесь ради одинокого бамбука. Хансин не волновался, потому что все равно никто не воспринимал его всерьез. Кроме Юэцзина и людей, которые заключили с ним пари, никто не ждал битвы между Хансинем и одиноким бамбуком. Когда прибыл одинокий бамбук, он оказался в центре внимания. О нем многие говорили, пытаясь угадать, почему он захотел участвовать в экзамене. Но никто не мог догадаться об истинной причине. Многие люди смотрели в сторону одинокого бамбука, что помогло Хансиню быстро его заметить. Но когда он увидел лицо человека, то был удивлен. Этот парень, одинокий бамбук, это был высокомерный человек, которого Хансинь встретил на седьмом этаже белого нефритового цзина. Просмотрев список, Хансинь обнаружил, что он отстает на один раунд от одинокого бамбука. Итак, он сел в сторонке, чтобы посмотреть, какой силой обладает этот человек. Студенты небесного дворца были сильными, поэтому неудивительно, что они были известной высшей расой. Там было много сильных представителей расы, и все они обладали потрясающим геноискусством. Хансинь повеселился, наблюдая за происходящим, но вскоре он увидел, как одинокий бамбук приближается к арене. Не только Хансинь внимательно следил за этим парнем. Один угол арены стал центром внимания всех собравшихся. Через некоторое время на арену вышел ученик-граф из небесного дворца. Он подошел прямо к одинокому бамбуку. Все думали, что смогут посмотреть бой одинокого бамбука, но тот ученик подошел к нему и просто схватил его за руку. С большим волнением он сказал, брат одинокий бамбук, наконец-то я смог тебя увидеть. Я был твоим фанатом с детства. Предполагаемый бой превратился во встречу между фанатом и кумиром. После того, как граф закончил говорить, он отказался от боя и ушел. Черт возьми, почему он так сделал? Хансинь был подавлен. Люди рядом с Хансинем были еще более подавлены. Многие из них даже рассердились. Этот парень слишком сильный. Второй ученик знал, что не сможет соревноваться с одиноким бамбуком. Он сделал это только для того, чтобы не выглядеть смешным. Но дальше же такого не будет? Неужели никто не осмелится с ним сразиться? Трудно сказать. Всем известна сила одинокого бамбука. Возможно, кто-то достаточно высокомерный решит, что у него есть все необходимое, чтобы бросить ему вызов. Брат одинокий бамбук такой умный. Ему не нужно сражаться, и он все равно будет победителем. Вскоре наступила очередь Хансиня. Он пошел в сторону арены, но особого внимания не привлек. Лишь немногие люди, знавшие его или те, кто знал, что его принесли в Небесный дворец, удосужились взглянуть на юношу. На этот раз противника Хансиня звали Холодный Нефрит. Он был неплохим среди графов, но таких было много по всему Небесному дворцу. Этот не был ничем выдающимся, поэтому не пользовался большой известностью. Юнь Суи наблюдала за битвой Хансиня. Юй Цзин не осмелился показаться, так как боялся натолкнуться на парней, с которыми заключил сделки. Юноша считал, что если он появится, то над ним начнут смеяться. Юнь Суи просто сидела и услышала разговор нескольких мужчин. «Мне так скучно, но я хочу увидеть, насколько силен этот Хансинь». Юй Цзин так его хвалил. «Неважно, насколько он силен, в любом случае он проиграет одинокому бамбуку. Не говори об этом. Может, его убьют еще до встречи с одиноким бамбуком. Верно, ха-ха-ха». Несколько человек болтали друг с другом, и это заставило Юнь Суи нахмуриться. Когда она собиралась противостоять этим голосам, кто-то внезапно подошел и сел рядом с ней. «Брат одинокий бамбук». После того, как Юнь Суи увидела этого человека, она была потрясена. Все посмотрели на Юношу и тоже были шокированы. Многие девушки смотрели на него с очаровательными улыбками. «Почему одинокий бамбук здесь? На кого он смотрит? Здесь нет никого достойного его внимания, верно?» «Конечно, нет. Ни один из здешних графов не достоин его внимания. Может, он пришел посмотреть на друга? Возможно. Или ради Юнь Суи? Это тоже возможно. Красота и талант Юнь Суи не имеют себе равных в Небесном дворце. Она вполне подходит одинокому бамбуку». Юнь Суи, услышав это, снова нахмурилась. Она посмотрела на одинокого бамбука, а он смотрел на арену безо всяких эмоций. Сердце девушки дрогнуло, и она подумала. «Одинокий бамбук здесь из-за Хансиня? На арене проходило много боев, и все они происходили одновременно. Было сложно определить, на кого он смотрит. Однако Хансинь почувствовал взгляд, исходящий от одинокого бамбука. Когда он обернулся, то увидел, что одинокий бамбук действительно смотрит на него. Парень подумал. «Почему он смотрит на меня?» Холодный нефрит вытащил свой длинный меч и замахнулся в сторону Хансиня. Вокруг меча появился фиолетовый туман, и он казался достаточно мощным, чтобы расколоть потолок. Хансинь призвал заклинательницу, и та выстрелила из пистолетов. Бум-бум-бум. Пули вылетали без остановки. Вокруг длинного меча холодного нефрита продолжал клубиться фиолетовый туман. Он заблокировал несколько пуль, но большинство из них попало в тело и броню. Холодный нефрит вылетел с арены и признал поражение. Черт возьми, что это такое? Это генооружие? Выглядит очень мощно. Лучше смотреть на такое генооружие, чем на сам бой. Победа Хансиня не привлекла особого внимания. Некоторые ученики заинтересовались заклинательницей больше, чем самим Хансинем. В итоге, Хансинь отозвал заклинательницу и покинул арену. Все посмотрели туда, где был одинокий бамбук, и заметили, что он исчез. Юньсуэ, которая была рядом с ним, тоже исчезла. Теперь люди решили, что их предположение было верным. Он пришел ради Юньсуэ. Глава 1991. Пилюли Фэнхоу. За пределами экзаменационной арены Юньсуэ преследовала одинокого бамбука. Он ушел, как только Хансинь завершил сражение. Брат-одинокий бамбук, пожалуйста, подожди. Кричала Юньсуэ, преследуя одинокого бамбука. Парень остановился, посмотрел на Юньсуэ и сказал. Сестра Суэ, что тебе нужно? Брат-одинокий бамбук, на кого ты смотрел? Девушка знала об одиноком бамбуке все. Не было причин ходить вокруг да около. Почему тебя это беспокоит? Одинокий бамбук нахмурился. Юньсуэ быстро ответила. Хансинь, мой друг. Ты смотрел его бой? Одинокий бамбук кивнул. У него не было причин скрывать этот факт. Именно из-за него я пошел на экзамен. Я не хочу быть номером один. Я только хочу сразиться с ним. Юньсуэ догадывалась, что он пришел сюда ради Хансиня, но она не ожидала такого прямого ответа. Это ее шокировало. Почему? Юньсуэ выглядела озадаченной. Хансинь был силен, но одинокий бамбук был еще сильнее. Увидев силу Хансина, она все равно считала, что одинокий бамбук был лучше. Такая мысль была у каждого в Небесном Дворце. Хансинь не мог изменить это одним своим хорошим выступлением, потому что он активировал 12 зданий и 5 городов в белом нефрите Цзине, сказал одинокий бамбук и обернулся. Что? Юньсуэ была шокирована. В истории Небесного Дворца менее 100 человек смогли сделать то, что только что сказал одинокий бамбук. Из всех графов на экзамене одинокий бамбук был единственным, кто видел все здания и города. Даже журавль Тысячи Перьев и Юньсушан смогли увидеть только 12 зданий. Они не видели ни одного из пяти городов. После того, как Хансинь победил холодного нефрита, в тот день у него больше не было боев. Ему нужно было ждать следующего дня. Однако парень не ушел, а остался смотреть другие поединки. Существовала разница между геноискусством гено-вселенной и геноискусством святилищ. Но почему-то, юноше казалось, что их связывает какая-то нить. Геноискусство Небесного Дворца